Гений Поля Гогена И этот гений присутствует на всех работах Гогена В меньшей степени в повистке нищете и растерянности Осознанно и уверенно в бретонском комфортном захолустье И обрушивается вовне стоитянских полотен цветами резкими, яркими, чистыми И очень контрастными Там он оформится и расцветет Этот капризный гений Гогена Среди бескрайности Тихого океана На островах, которые в представлении художника должны были стать раем И, к счастью, не стали адом А у Поля Гогена обычно бывало именно так И мало кто мог сравниться с ним в умении обманывать себя На этих полотнах он резок, ярок, чист, контрастен И эти цвета, присущие именно этому гению Очерченные заметным контуром в замкнутое пространство специалисты Или просто умники Позже обозначат как один из основных признаков Того направления в живописи рубежа веков Который мы зовем синтетизм А некоторые еще и потребляют слово клозанизм И именно об этом гении Среди влажной жары Среди ароматов тропических растений Среди контрастов и яркости небес, океана и земли Среди стуканов забытых богов И среди крайне свободных их детей На берегах всегда спокойных вот лагун Мы поговорим сегодня Назвав нашу лекцию Поля Гогена Жизнь и творчество эгоиста О суровом эгоистичном гении Которому эгоистичному гену Которому эгоистичному гену Позволит сожрать себя в конечном итоге Среди залитых слепящим тропическим солнцем тотемов Сияющих красок дней И в абсолютной темноте Среди безмолвных духов И пугающих шорохов Бархатных ночей полинезии 7 июня 1848 года На улице Нотр-Дам-де-Ла-Ретт Что в Париже, тогда еще столице Королевской А в семействе журналиста Либеральной газеты Националь Кловиса Гогена И супруги его Алины Марии Гоген Рождается младенец Его назовут Поль И ровно через год В 49 году Папа Кловис И мама Алина Мария Отправляются из Парижа В далекое путешествие Буквально убегая От тех неприятностей Которых сулил им Франции и Европе Вот тот самый 48-й год Вернее Те революционные поветрия Которые потрясут Среди прочего Тогда Европу И начнутся Как водится С Франции Буквально через несколько месяцев После рождения Младенца Свободолюбивые французы Выгонят Последнего Бурбона В истории Франции С французского Королевского престола Монархи будут возвращаться Бурбоны нет А все это будет сопровождаться Как водится И как любая революция Потрясениями Всякого рода От этих самых потрясений Кловис и Алина Мария Отправляются К родственникам жены В южно-американскую Страну Перу В столицу Этой страны В город Лиму Нужно сказать Что о семье Папы Мы знаем Достаточно много О семье Кловиса И все это Достаточно Привычно Не страстно Характерно Традиционно Сам Кловис Не парижанин Он родится В Орлеане В 1814 году Где рождались Его предки На протяжении Последних Ну по меньшей мере 250 лет Орлеанское семейство Гогенов Достаточно славное Известное в городе Они потомственные Садоводы Они иногда Коммерсанты Время от времени Гогены Ювелиры В частности Брат Кловиса Изидор Будущий дядюшкой Зизи Для своего племянника Поля Ювелир Ну в общем-то Вот все В общем-то Вот все Кловис Пожалуй Выделялся Из семейства Страстью Гуманитарности Всякого рода Отдельность Клочностью Скандальностью Характер Он обладал набором Всех тех Черт Которые необходимы Для Приличного Скажем так Журналиста Повторюсь Газета Националь Считалась Либеральной Предки Поля Гогена По женской линии Сами по себе Были необычайно Интересными Персонажами Это испанские Аристократы Это вице-короли Перу Это борцы За свободу Рабочих За права За права женщин Они сами По себе Заслуживают Отдельного Рассказа Но в принципе Он выходит За пределы Нашего Сегодняшнего Повествования Хотя Замечу Что Алина Мария Имела Замечательную Маму Флору Тристан Большого Борца За права Женщин И за права Рабочих Имела Дедушку Испанского Аристократа Имела Двоюродного Дедушку Вице-короля Перу Дона Пио Которому Собственно И отправляет С двумя детьми Со старшей Дочерью Марией И с маленьким Совсем маленьким Недавно Родившимся Полем Вот Всей Этой Приятной Компанией Они Отправятся Из революционной Франции И в принципе Из революционной Европы Туда В Южную Америку Где казалось Богатые Родственники И все Более-менее Относительно Тихо поплывут Тогда по-другому В общем-то Ничего не происходило На Бриге Альберт И Переплыв Океан Атлантический И уйдя Попав В Южную Половину Земного Шара Пытаясь Обогнуть Мыс Горна Крайне Южную Точку Южноамериканского Континента Вот именно Там 30 октября 1849 Года Кловиз Гоген Мгновенно Умрет От Аневризмы Аорты Он там И будет Похоронен И по сей день Могилу Его в городке Порт Фомим Показывают Редким Туристам Алина Мария Дальше В Тихий Океан Поплывет Вдовой А Ее сын Поль Сиротой Алина Мария Пребывает В Лиму С сыном Полем В растерянности И в испуге Она одна Она совершенно Не представляет Как встретят Ее в общем Достаточно Далекие родственники И прекрасно Знает Что посещение В свое время Лимы Ее мамы Флоры Кончилось Достаточно Печально Однако Вот все-таки Это свойство Крупных Богатых И очень Жизнелюбивых Семейств Ее встречают Буквально С спостертыми Объятиями Ее холят Голубят И в общем-то Те шесть лет Которые Алина Мария Вместе С сыном Проведут В Лиме Всеми Дальнейшими Исследователями И популяризаторами Жизни и творчества Поля Гогена Будут определяться Как года Счастливые Многие Будут замечать Что возможно Именно тогда В принципе В том самом детстве Которое мы еще До конца То не осознаем Вот те пряные Запахи Те яркие Краски Те бурные Страсти Громкие Голоса Останутся В памяти У мальчика И позже Будут время От времени Всплывать Но по крайней мере Сопровождать Его Значимую Часть Его жизни Однако Уже в 1855 Году Алина Мария Вместе с сыном Он подрос Возвращается В Европу Возвращается Во Францию Возвращается Ну по началу Не в Париж Она едет Она едет В Ирлеан Она едет К отцу Ее покойного Мужа Клависа Она получает Там деньги От дедушки Поля На эти деньги Она открывает Отправившись в Париж Швейную Мастерскую А мальчик А мальчик Останется В пансионе В пансионе В Ирлеане Где в общем-то Никаким усердием И никаким тщанием И никакими стараниями Отличаться Он не будет Впрочем В Париже Тоже Где он окажется В 62-м году Два года В Париже Вновь Возвращение В Ирлеан Он хмур Угрюм Нелюдим Не по возрасту Сварлив Абсолютно Неусерден Чтобы выговорить Я тебя люблю Я должен был Обломать себе Все зубы Будет позже Вспоминать Сам о себе Поль Гоген Он даже не старается Сдавать экзамены А Лилея Мечту Стать матросом Он отправляется Помощником Лоцмана На судне Лузитания В учебный Свой первый Рейс До 1872 года До 1872 года Юный Взрослеющий По сути На море Поль Гоген Будет плавать По миру Он будет плавать На торговых судах Он будет плавать На военных судах Сойдет На берег Он с бывшего Военного судна В 1872 году Поражение Франции В прусской Франсской войне 1870 года Уменьшение Флота За ненадобностью Корабль На котором ходил Поль Гоген Будет Превращен В торговое Судно И на берегу Его встречает Гюстав Ароза Приятель Его семейства Хороший знакомец Еще отца В свое время Маг Алины Марии Мать умерла Мать умерла И заботу О единственном сыне Она Припоручит Гюставу Ароза Достаточно Успешному коммерсанту И успешная Предпринимательская Деятельность Позволяла ему Быть еще И замечательным Коллекционером И системным Достаточно Меценатом Он это будет делать С чувством Это будет Приятное Буржуазное Достаточно Богатое Парижское Семейство Со всеми Положенными Атрибутами С салоном С приемами По определенным Дням недели С очаровательными Дочерями Будет Две С младшей С Маргаритой А Поль Гаген Которого Господин Ароза Устроит В качестве Помощника Маклера На Парижскую Биржу Будет Осваивать Азы Мы даже Не скажем Живописи Но мы скажем Рисование Возможно Именно тогда В том 1872 году Он и Заинтересуется Этим родом Человеческой Деятельности Кстати Точно Совершенно Можно сказать Что именно Тогда В 1872 году В доме У Банкира Ароза Она будет Поведена В гости Неким Скульптором Он знакомится С датчанкой Метте Гат И влюбляется В нее И влюбляется В нее И уже В начале Следующего 1873 года Объявляют Он и она О помолвке Ей 22 Ему 24 И они Собираются Быть счастливы А кстати Вот в этом 1873 году Год Год Однозначно Счастливый Для Юного Гагена Он и женится В этом году Правда В ноябре В этом же году Он Очень активно Будет Общаться Вернее Входить В некую Художественную Среду Причем По-родственному Ибо Ибо Родная Сестрица Мэтты Ингиборга Или Ингиборг Урожденный Гат Это Супруга Предстательного Норвежского Мастера Фрица Таулова С которым И с удовольствием Знакомится Гоген А Таулов С удовольствием Знакомится С Гогеном Представляет Его не только Родственником Но и Возможным Покупателем Его Замечательных Работ Дела У Гогена На бирже Идут Чудески Образ Совершенно Замечательно Он начинает Работать Совершенно Один В том же 1873 Году Поль Гоген И напишет Свою Первую Работу Ну Вот Поляна 1873 Год И Вне Всякого Сомнения Это Итоги Занятий С упомянутой Уже Забытой Практически Маргаритой Розой Младшей Дочери Густава Розой Именно Она Будет Ставить Руку Гогена Будет Ставить Кисть Гогена Будет Учить Его Смотреть И Будет Учить Его Видеть Будет Учить Брать Краску Накладывать Ее На Холст Вот Такой Барабизон Ученический Грубый Перенасыщенный Но Очень Старательный И Очень Чувственный Имея Ввиду Не Чувственность А Стремление И Желание Почувствовать Увидев Почувствовать И Передать То Что Увидел Надеется А Вот В лесу Сен-Клу Где Гоген Гулял Шуфенекером Написанным В том же 1873 году Здесь мы Конечно Хулиганим Здесь Бессмысленно Говорить Какой-то Мазок Экспрессионистский Импрессионистский Какой угодно Никакой Здесь Гоген Просто Хулиганит Здесь Ему Радостно Весело Хотя Достаточно Грустно Имея Ввиду Тональность Это явная Поздняя осень В лесу Сен-Клу И в общем-то Его композиционные умения Не умения А его Композиционные Предчувствия Если хотите Которые позже Станут умением Вот здесь И вот Весьма И весьма Наглядная Она совсем неформатна Она всего лишь 24 на 35 Очень весела И очень Отнюдь невыразительно Но Страстна Но Страстна Скажем так В отличии От пейзажа С тополями С Камилем Писаро Поль Гоген Знакомится В 1874 Году Знакомится В доме У Геставра Розен Покровители Други И Камиль Писаро Добрейший А Камиль Писаро Который Приветствовал И радостен Всем Он был Самым пожилым Импрессионистом Это его Отнюдь Не смущало Он помогал Молодым И делал Это с небывалым Удовольствием Вне всякого Сомнения Поль Гоген Ему Понравится Нет Нет Позже Поль Гоген Разругается Из Писаро Но это будет Позже А пока Необычайным Образом Удачливый Брокер Молодой Муж Готовящийся Стать Молодым Отцом И Хотящий Стать Художником А это Отдельно Писаро С определенными Основаниями 100 на 80 Немного Немало Работы Которые Нынче Находятся У нас По-моему В Америке В Индианаполисе А пейзаж Стополями Пейзаж Стополями Как такового Эти насыщенные Темные Отлично Отражающие Воды Это очень Коро Это очень Коро От Гогена Наверное Здесь Стофажные Персонажи Которые Совершенно Немасштабированные Они В общем-то Совершенно Непропорциональные Впрочем Всяким Величинам Но тем не менее Это замечательно Это замечательно А Поль Гоген На прямом пути К традиционному Реализму С оттенками С какими-то Оттенками И профессионизма Но недаром Он общался С Коро А в принципе Вот дальше Гоген По пути Туда к академикам В общем-то Не двинется В общем-то Не двинется А Коль скоро Мы упомянули Что Искренне Радовался Песаро Тому Что юный Брокер Собирается Стать молодым Отцом Да В том же Году Мэтте 31 августа 1874 года Рожает Гогену Первенца Первенца Сына Эмиля Она родит Его 31 августа А в июле Месяце Гоген Напишет Исключительно Для себя Вот эту Вот Совсем Небольшую Здесь всего 25 на 35 Сантиметров Совсем Невеликий Формат Мэтта Лежащую На диване Мэтта Лежащую На кушетке По-русски Чаще на диване Мы говорим Вот здесь У него Длинный Вязкий Очень Густой Очень Насыщенный Быть может быть Даже Не то чтобы Переизбыточно Насыщенный Но мазок Который даже Позволяет Составлять Некий Рельеф И иногда Он Теряется В этом Мазке Совершая глупости Он касательно Руки Посмотрите Внимательно Но Мэтта Здесь Беременна Она здесь Беременна В принципе На восьмом Месяце Она часто Ложится Она устает Он с удовольствием Будет ее Писать Где-то Даже Подчеркиваю Намекание Что вот Именно Этот диван Это место Для Натурщицы Для натуры Хорошо Скажем так Посмотрите Здесь внизу Немножко Краска Разлить Достаточно Неумело И подрамник И холст Уже натянут Холстом К стене Повернут Стоит Мы намекаем На наше будущее Мы хотим Мы пока еще Не задумываемся Сколь он может быть Серьезным А уж Мэтта Тем более Об этом Не думает Но по меньшей Мере Хотим А гуляющим Фенекером Появляется Сено в Париже А со странными Цветами И опять-таки Немасштабированными Стофажами И Замечательный Лес Верофле В 1876 Году Польгоген Маклер Всячески Скрывая Свои желания Свои намерения И от супруги И от ближайшего друга Шофенекера Выставит Эту работу На салоне И импрессионистов Который проходил В этом саммите 1876 Году В галерее Дюрана Риэля Знаете Комиссия Возьмет работу Никому неизвестного Гогена Эдуард Риэля 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 Необычайно Радостный Импрессионизм Писаро Присутствует А Мэтт Нравились Вот эти Вот Ну пожалуй Ученические Чудные Ну по крайней мере Тренировочные Работы А вот В творчестве Любого Мастера Авангарда Мы обязательно С вами найдем Вот так Чтобы Нет-нет Не подсолнухи Отнюдь А вот Такое Вот Луговые Букеты Садовые Букеты Вот так Чтобы Букет Пионов На музыкальной Партитуре Вот так Чтобы Георгины И пионы В синей вазе А без сомнения Это Пропопера А без сомнения Это Тренировка Ученичества Желание Писать Красиво Ярко И Это немаловажно Продаваемо И дело Даже Не в деньгах А дело Без сомнения В начале Признания Или в признании А как таковом И метта Которая дурного Ты не чувствовала Вовсе И не предполагала И удивительным образом Нравились Вот эти прелестные Совершенно Натюрморты Она будет писать Что у ее мужа Прекрасный Чудный Любительский Художественный Талант Ему Не нравилось Когда она Об этом Говорила Но Переехав Весной 1877 года На улицу Вожерар В конце 1877 года Метта Рождает Дочь Второго ребенка Это будет девочка Ее назовут Алина По имени матери Гогена Алина Мария И вот здесь Гоген Пишет ее Вот у него Здесь мазок Такой разбросанный Эмоциональный Радостный И в общем-то Несмотря на серьезность Маленькой девочки Которая внимательно смотрит На художника И на папу Вот здесь такая Чудесная Тихая Дитячая Хальцевская Радость Если хотите Может быть даже не радость А такое довольство Очень хальцевское Довольство Счастливой Жизнью Да Пожалуй так Портрет Ребенка Алина Гоген В 1877 году Писанная И можно только Пожалеть Что дочь Поля Гогена Умрет Очень рано В том же году Помимо портрета Годовалой Дочери Поль Гоген Пишет портрет Ее мамы Вязальщица Или Метте Гоген Тот же 1878 год Это комната Метте Нарюва Жерар И я замечу Сразу Что у Этуарда Моне Есть рисунок Который именуется Вязальщиц Или вязание А Гоген Купит его Позже Но использовать Композиционное Решение Этого рисунка Будет Несколько Раз В принципе Говоря о жанре Это одна Из первых Попыток Гогена За исключением Метте На диване У него с ней Исключительно Она его Натура Здесь Метте За вязанием А здесь Она За столом В кресле А здесь Она за столом Покрыта Тканным Не толстым Гобеленом Здесь стоят Корзинки С положенными Для вязания Всякого рода Вещами Она одета По-домашнему Но Замечательно И воздушно А вот Немножечко То ли Суеты Было бы Нольше А то ли Что-то Отвлекло Но Прическа Быть может быть Слишком Много Неуклюжего Мозга А может быть В цветопередаче Извините Цвета Лица А вот руки Вообще Не очень Получились Но Глядя на Портрет Это нужно Иметь ввиду Прежде всего Здесь В общем-то Фон А вот это Вот Стремление Некой Любовь Гогена К Такой Вертикальной Геометрии Орнаментальной Вертикальной Геометрии Не часто Но в протяжении Всей его жизни Будет Время от времени Появляться А у нас Здесь Вот на этой Вертикальной Орнаментальной Геометрии Еще присутствует Зеркало Еще присутствует Вот такой вот Живописный Кортик И в общем-то Это будет Появляться Старательно Мы увидим Уже сегодня У Гогена Это Несколько раз И в общем-то Вот эта Вот Фигуративность Предметность На фоне Орнаментов Обойных Ковровых Каких угодно Со временем Превратится Вот в ту Фантастическую Узорчатую Вязь Которая Для Гогена Будет Позже Необычайно Характерна А в 1878 году Семейство Живет На улице Ложерар Гоген Работает Маклером Сказали бы Мы брокером Наверное Они любят Друг друга Аметта Не нравилось Не нравилось Что он курит Говорил Оборачивая Были Были о нем Ну Наверное Не лучшего Мнения Но Все это Замечательно Все это Замечательно Чудная Жизнь На улице Важерар Сказанного Клависом По имени Отца Поля Гогена А сам Счастливый Молодой Папаша Еще до Рождения Третьего Сына В апреле 1879 года Принимает В очередной Раз Это уже Во второй Участие В выставке Импрессионистов Достаточно Успешно И лето 1879 года Он проводит В пунтуазе У Камиля Писаро Мэтте К нему Регулярно Приезжает Практически Все лето Гоген Проводит У Писаро Писаро С ним Занимается Писаро Уверен И рассказывает От окружающим Что Гоген Талант Гоген Ну это Необычайным Образом Нравится Кстати Вот улица Вернее Церковь На улице Вожира 1879 года Это вот Среди итогов Занятий С Писаро Хотя Должен заметить Что здесь От Писаро Немного Здесь Гоген Начинает Эксперименты С любимым Им впоследствии Синим Цветом А здесь Гоген Может быть От испуга Может быть Так сказать Упрощая себе Задачу Работает С цветом В котором Он очень комфортно Ся чувствует В коричневом А в коричневом Здесь он пытается В этом цвете Работать с перспективой С геометрией С фактурой А в какой-то степени Это получается И если здесь Видно старание Если здесь Присутствует Этакое Ученическое Чание То зимний пейзаж На той же На той же улице Важерар Ну Здесь замечательно Идет второй план Который в тумане И в снегах Чуден И необычен А вот План Первый Где у нас Как положено Зимой Голые дерева Он Скажем Настолько Ученический Настолько И не очень Старательный Замечу я Притом Потому Наверное Можно даже Не осуждать Клода Моне Который Касательно Той самой Выставки Апреля 1880 Года Которая Проходит На мансарде По номеру 10 На улице Пирамид Это пятая Выставка Импрессионистов На которой Нет Моне На которой Нет Ренуара А вот Гоген Выставляет Семь своих Работ Среди прочих Только что Виденную Церковь Нарёва Жерар И Зимний пейзаж На той же Улице Вожерар Семь своих Работ И скульптуру Ко всему прочему Так вот Клод Моне Давая Интервью Журналисту Газеты Вимоден Современная Жизнь Скажет Буквально Я импрессионист Но теперь Очень редко Встречаюсь С моими Собратьями По группе Наш маленький Храм Стал Банальной Школой Открывающей Свои Двери Первому Встречному Мозиле Это касалось И Поля Гогена Вне всякого Сомнения Хотя я замечу Что Его Соучастники Я имею ввиду Вот его товарищи По выставке Они К Гогену Относились Как к художнику Как обычно С неприязнью И завистью Тем более Что он ничего Не умел Считали Они Да и таланты Его только были Наглядны Для добрейшего Камиль Кисаро А вот для всех Остальных Может быть Не так Наглядны Но Гоген Богатый Человек Гоген Может Покупать И Гоген Покупает Он ведь Соберет Замечательную Коллекцию Современных Гомохудожников Импрессионистов Прежде всего Он продаст И потом Но тем не менее Поначалу Соберет Кстати Тот рисунок Эдуарда Моне Не участвовавши В этой выставке Вязальщица Он купит Как раз В время проведения Весной 1880 года Кстати В том же 1880 году Крайне успешный Брокер Переезжает На Большую квартиру С Лива Жерар На Лю Карсель Который тоже Будет писать Который много Будет Нам наглядно Изображать И в общем В 1880 году Гоген Пишет Свою первую Обнаженную Натуру А первую Обнаженную Натуру Вот Собственно Нынче Ее можно увидеть В гриптотеке В городе Копенгагене Это достаточно Форматная Работа Это 110 на 70 Ну чуть больше Чем 110 Если 110 Чем-то На 70 И Сюзанна За шитьем Обнаженная Жустин За шитьем Эстюд Обнаженный По-разному Называем мы Вот эту самую Работу И пишется В 1880 году Неудобно всем Неудобно Гогену Для него Это первая Обнаженная Натура Ему здесь Наверное Не зажмурится Неудобно 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 Использовал О вертикальной Орнаментальности Вот такой Льняной Хлопковый Такой небольшой Коврик Создающий Формирующий Второй фон Людня С неумелой Светотенью Стена Опять-таки В тонах Синих Любимые Они будут Гогеном Со следами Такой Человеческой Жизнедеятельности Если хотите И вот это Все вместе Начинает Переплетаться И повторюсь Позже Приведет К тем Фантастическим Орнаментальным Узорам Коин Гоген Позже Будет Украшать Свои Вторые Планы Когда он Пишет жанр Когда он Пишет жанр В каком-то Помещении В каком-то Объеме Собственно Говоря Анри Перюшо Замечательный Писатель Я считаю Замечательный Популяризатор Знаток Знаток И популяризатор Вот так Вот прежде всего Французского Постимпрессионизма Его читать Нужно Скажем так И не только Про Гогена Оно Перюшо Вот в своей книге О Гогене Пишет Касательно Обнаженных Сюзанны В этой Обнаженной Гоген Как нельзя Более полно Выразил то Что отличало Его От импрессионистов В самом деле Трудно Найти Что-либо Общее Между Этой Женщиной Сидящей На краю Дивана И склонившей Безрадостное Лицо Над тканью Которой Она Штопает И обнаженными Женщинами Ренуара С их Цветущей И сверкающей Плотью Кисть Ренуара Ласкает Поверхность Кожи Под кистью Гогена Сквозь формы Тела Проступает Душа Ренуар И другие Импрессионисты Пишут Зримое Гоген Сознательный Или нет Пытается Писать то Что находится За пределами Зримого То Что это Зримое В какой-то Мере Отражает Ну Не раз И не два Я говорил о том Что основная Задача Искусствоведа Это Придумать Смысл И никак Его Не объяснить Или как-нибудь Объяснить Так Чтобы никто Ничего особенного Не понял Я Замечу Что Все Отличало Гогена Вот Даже в начале Пути От Импрессионистов Вот то Что он Будет Пробовать Вот те Влияния Крайне Позитивные Которые Оказывал На него Писаро Они будут Мимолетные И Гогеном Воспринимаемые Достаточно С трудом Под кистью Гогена Сквозь Мормы Тела Проступают Простите Меня Дерматологические Кожные Заболевания А Отлют Не душа Да И Касательно Безрадостного Лица Уж я не скажу Поскольку Безрадостно Чтобы На нем Акцент На этой безрадости Акцентировать А в общем Ты лицо Как лицо С утра Встанешь Все Порванное Все просто Не шить Надо Это никого Не обрадует И В общем Жуэрис Шарли Или Карл Гюсман В свое Время Тогда Во второй Половине Века 19 Это Один из Таких Французских Властителей Дум Писатель Нидерландского Происхождения Который Мистик Который Натуралист Который Помимо всего Прочего Забытый Сегодня Который Помимо всего Прочего Подвязался И на Ниве Художественной Критики И его Читали И его Слушали Так вот Гюсман Будет писать Касательно Нашей Обнаженной А в прошлом Году Имеется Ввиду Выставка 80-го Года Господин Гоген Выставил Серию Пейзажей Этакий Разжиженный Неокрепший Писаро В этом Году Господин Гоген Представил Произведение Воистину Самостоятельное Полотно Которое Свидетельствует О неоспоримом Темпераменте Современного Художника Картина Называется Этюд Обнаженной Натуры А смеешь Утверждать Что ни одного Из современных Художников Работавших Над Обнаженной Натурой С такой силой Не звучала Правда Ну вот эти Правда Правда Любца Первый опыт С обнаженной Натурой Поле Гогена Сюзанна За Шитьем 1881 год Замечу я Что Обнаженная Выставлена Была на выставке Апрельская Как положено На шестой Выставке Импрессионистов Семь работ Всего Представит На выставку Гоген Среди прочего Вот эти Вот Однаженной 12 апреля 10 выставка Закрывается 12 апреля 1981 года МТ рождает Четвертого Ребенка Сын Сын Его Нажевут Жан Рене В мае 1881 года Мальчику Месяц И это Видимо Уже Стало Традицией Гоген Отправляется Вновь В пантуаз Благо Его Ждет Приглашает Камин Писаро А у Писаро Сезан Вот именно Тогда Гоген Знакомится Сезаном Причем Будет высказываться Ну и чертов Ну и художник Этот чертов Сезан Все время Играет На большом Органе А Сезан В принципе Человек Подозрительный Будет переживать О том И даже Говорить Об этом Как бы Этот маклер Чего доброго Не стянул бы У него Мотивы Стянул бы У него Мотив Эта цитата Эта цитата Писаро Продолжает Заниматься С Гогеном И по итогам Вот этих занятий Появляются работы В которых Писаро Нет вообще Ну вот Сад Писаро Пантуаз 1881 год Здесь Гоген Экспериментирует Он это делает Все время Со своим Мозком Он еще не знает Его правильной Ширины Он еще не знает Его Правильной Длины Он еще не знает Сколько тяжела Должна быть Кисть Он Иногда Это до Какой-то Детскости У него Происходит Вот это Вот незнание Но повторюсь Ни солнечности Ни воздушности А ни удивительного Света Я не скажу Света Писаро Здесь В саду Писаро Вы не увидите У Гогена Больше Света Больше солнца Без сомнения В стене Того же 1881 года Это стена Сада Писаро Но с Мозком Здесь то же самое Мы еще Не знаем Как с ним Быть Его у нас много Он разбросанный Он Композиционно Складывается В форму И в композицию Принудительно Он не ложится сам Его нужно постарательно Укладывать И в общем В новом доме Вернувшись Из Пантуаза Мы с вами Видим Интерьеры Той новой Квартиры На Рю Карсель Это 1881 год Вот здесь Гоген Не в таком Успуге Как он там В Пантуазе Писаро Здесь он потихонечку Становится Сам собой То есть Здесь формируется Форма Здесь формируется Законченная Форма Она еще Не обведена Контуром Это будет Позже Но мы уже Надеемся И уже Предчувствуем Что она будет Обведена Контуром И вот тогда Случится Здрасте Бернард Клузанин Об этом Позже Да и синтетизм Тоже Я об этом Тоже Позже А вот Надегата Гоген Насмотрелся И это Видно Первый план У нас Формирует Натюрморт Причем С таким Совершенно Гогеновским Цветом Который Идет Вот от нас От зрителей Немножечко Сбоку Который Освещает Первый План А жанр Там Вторым планом И даже Третьим планом Он не так Явен По крайней мере Мы замечаем Его Потом И самого Гогена Стоящего К нам Спиной И Неузнаваемого Персонажа Потому что Внешне На Мете Это не похоже Вот эта фигура Которая может быть Детской Которая может быть Подростковой А которая может быть Женской Которая писана В стилистике Такого Дуболомного Немецкого Романтизма Если хотите Вот мы Обращаем Внимание Уже Позже А мазок Там Имея ввиду Фоны Стены Все еще Ищущий Все еще Экспериментальный С ним Гоген Работает Старается И выясняет Каким образом Фарфор Наверху На шкафчике Консольном Клумпы Деревянные Сувенирные Башмаки Привезенные С соседних Нидерландов Интерьер Дома художника Нарю Корсель 1881 А в декабре 1881 Гоген Письмо Камиле Писаро В котором Впервые Это происходит Он заявляет О том Что хочет Стать Художником В январе 1882 Года Случается Биржевой Крах Который Разорит Гогена Такое Впечатление Что он Этого Не замечает Он С удовольствием И очень Страстно Готовится К выставке Инфрессионистов Весны 1882 Года Отзывы Которые Будут О его Творчестве После Этой Выставки Того же Гюйсмана Будут Разительно Отличаться От того Что было До Строгий Гюйсман Нам немедленно Сообщает Увы Господин Гоген Не сделал Успехов В прошлом Году Этот художник Показал Нам Отличный Этюд Обнаженной Натуры В этом Году Ничего Стоящего Упомяну Разве Что удавшийся Более Чем Все остальное Новый Вид Церкви Вожирали Что же Касается Картины Мастерской Художника То колорит Ее Грязный И глухой В январе 1883 Года Обиржевой Маклер Поль Гоген Продает Своё Место На бирже И уходит С биржи Оставляя В полном Недоумении Своих Коллег По этому Уважаемому Финансовому Учреждению Финансово-торговому Учреждению Оставляя В недоумении Своих Знакомых Художников Как самодеятельных Так и профессиональных И главное Оставляя В полном Непонимании Растерянности И печали Без сомнения Супругу Метте Софию Урождённую Гад Она будет Очень долго Позже Привыкать К этой мысли А главное Она очень долго Будет Привыкнать Так и не привыкнет К изменившемуся И финансовому И социальному Статусу Впрочем Её супруга Поля Гогена Это в общем-то Особенно Не будет Интересовать В ту самую зиму 1883 года И пишется работа Сад зимой На Люкарнель Здесь Гоген Юн Мазок Неустойчив Мазок Растерян Он не знает Куда он Дальше Будет Эволюционировать Но Тем не менее Намечается Геометрия Которая Позже Будет У Гогена Чрезвычайным Образом Развиваться Перед Поездкой В деревню Они Близ Пантуаза К Писарон В июне 1883 года К сестрице Из христиани Из Норвегии Приезжает Ингеборг Таулов Да К сестре Метте Кстати Она привезет Гогену Приглашение Супруга Прибыть А в христианию Может быть Чему-то Получится На что-нибудь Посмотреть А Ингеборг Сама В такой ситуации Никогда Не была Нет Нет Она жена Художника Она жена Замечательного Художника Но Таулов Всегда Художник Он никогда Не был Финансистом Ему Не нужно Ничего Менять Она Не менее Растерянная Нежели Родная Сестра Метте Иван Гог Извините Да Гоген Не воспользуется Приглашением Родственника И к Тауловым Не отправится А отправится Он к Писаро Как уже водится Собственно говоря И с лета 1883 года Специалисты Гогеноведы Как правило Начинают Нам Рассказывать О том Что между Писаро И Гогеном Вот Начнется Некерозлат Возможно Да И скорее всего Да Но Тем не менее Вернувшись В октябре 1883 года В Париж Гоген Несмотря на Семейное положение Сейчас я к нему вернусь Уезжает в Руан К тому же Писаро Писаро Живет В Руане А Руан Город Замечательный Во-первых Там Писаро Во-вторых После Руанского Собора Любой нормальный Барижский художник Просто обязан Приехать туда На пленэр По случаю В разную погоду В разные времена Года При разных световых режимах И так далее И так далее И так далее А кроме того И в этом Абсолютно Уверен Гоген Руан Значительно Дешевле И ему Оставшемуся Без работы Но пока еще С деньгами И с очень приличным Собранием Работ своих Товарищей В общем-то В Руане И работаться Будет спокойнее И лучше И платиться За все Без сомнения Будет меньше Кстати О разладе Между Гогеном И Писаро Ведь Тогда Летом Восемьдесят Этого года Как раз Именно За стремление Гогена Удешевить Продать Перепродать Писаро Его и осуждает Он тоже Отъявленный Торгаш Это письмо Лето 1883 года Во всяком случае В своих замыслах Я не решаюсь Сказать ему Как это неправильно И как мало Приносит пользы У него Большие потребности Семья Привыкла К роскоши Все это верно Но это причинит Ему Большой вред Я вовсе Не считаю Что не надо Стремиться Продавать Но на мой взгляд Думать Только об этом Значит попросту Терять Время Начинаешь терять Из виду Искусство И переоценивать Себя А в принципе Писаро Здесь был прав Очень важно Отмечает То что Семья Мэтта Прежде всего Да Без сомнения Привыкла к роскоши И в общем-то Эта роскошь Постепенно Но очень Определенно Уходит Уходит И уходит А в декабре 6 декабря 1883 года Мэтте Рожает Пятого Ребенка Сына Поля Ребенка С точки зрения Развития Таланта И представлений Художественного гена Был весьма Продуктивен Синий крыш Руана Вот так Называется Эта работа А и в небесах Мы еще видим Вот этот Не устоявшийся Не очень Внятный Мазок Но ниже Появляется Геометрия Которая со временем Будет больше И больше Появляется Четко очерченная Линия Которая будет Играть колоссальное Значение В определении Той жанрового Направления Которой Мы будем Именовать Синтетизмом И блистательным Представителем Которого И зачинателем Которого В общем-то Наравне с Бернаром Наравне с Анкетеном Будет Полигоген Здесь появляются Очень внятные Практически Без полутонов Определенные цвета Традиционная Любовь Гогенову К совмещению Охар Всякого рода Коричневые цвета Желтые цвета Синим Тоже самых разных Тонов Все это здесь Присутствует И вновь Вот имея ввиду Стофажи И имея ввиду Вот такой пейзажный Первый план А вновь возвращается К неустойчивому Москву А вот здесь вот На работе Того же года Там же По крайней мере По крайней мере Позже Она к нам Как бы вот сюда Вот оттуда С острова Таики С Хива Оа Появилось По крайней мере Вот этот вот Синий фон Со странными Цветочными узорами Которых Мальчик Он был вражину Достаточно Внятной И весьма Ну нет Ну не синтетизм Но мы на прямом Пути к нему Вот с этой вот Геометрией С этой архитектоникой Ну и традиционные Позже для Гогена Такие Повежуточные Стофажи То есть фигуры Которые не имеют Смысловой нагрузки Или сюжетной нагрузки А не вот на грани Присутствие Отсутствие Вот этой вот Смысловой Или сюжетной Нагрузки Все Все в Копенгагене Было плохо Родителям это знают Что Гоген ушел С биржи Их это категорически Не радует Это серьезное Внятное Скупое Достаточно Буржуазное Семейство Да У них в зитях Художники Но они же художники Они же с молодых лет Зарабатывают себе На хлеб А своими художествами Вот имея ввиду Тавлова А этот-то Ведь как все было хорошо И действительно Ведь как все было хорошо Здесь же в Копенгагене В столице Королевства Датского Поль Гоген Появляется на правах Приживалов Буквально в смысле Этого слова То есть семейство Его содержит Ему не очень это нравится Кстати Этому самому семейству Хотя Гоген При этом И у него всегда Было так Он впечатлялся Идеей Мгновенно Он загорался Идеей Мгновенно И не очень Даже смущался Привычка Видимо Уже случилась А не очень смущался Когда реализовать Эту идею Которая казалось бы Должна принести нам Солько средств А не удавалось Реализовать А в Копенгагене Он очень надеется Получать комиссионный За продажу Непромокаемой ткани Вот так вот Ни много ни мало И не вдаваясь Подробности Вот этой вот такой Коммерческой Ну даже наверное Авантюры Если говорить о Гогене Он ничего не умел Продавать В общем-то Тем более Не промокая Мой ткань Из этого Совершенно Ничего не получится Это вызовет Уже посадковенной Насмешки В семействе В мае 1885 года Мэтте Она будет стараться Попытается Организовать Его выставку И не получится Ничего Выставка будет Категорически Неудачна И все больше Мэтте Гоген Будет прислушиваться К словам Членов своей семьи Которые будут Ей пенять Вот такого Неудачного Странного Да еще Надменного И совершенно Неблагодатного Мужа В январе 1885 года Только начав Собственно Продавать Непромокаемые ткани Гоген Будет писать Шуфенекеру Больше чем Когда-либо Меня одолевает Искусство И одолевшие Меня денежные Заботы И деловые Хлопоты Не могут Меня от него Отвратить Это правда Бог с ними С непромокаемыми Тканями И в общем-то Семья конечно Противная Неприятная Но прежде всего Искусство Для меня В продолжение Письма Великий Художник Обязательно Являет Собой Великий Ум Ему Свойственны Самые Тонкие А следовательно Самые Неуловимые Чувства Толкования Мысли Взгляни На огромный Мир Творения Природы И посмотри Что в нем Существуют Законы Следуя Которым Можно Воссоздать Стремясь Не к внешнему Сходству А к сходству Впечатления Все Человеческие Чувства Есть линии Благородные Лживые И так далее Прямая Создает Ощущение Вечности Кривая Ограничивает Творимое Свет Еще более Выразителен Хотя и менее Многообразен Чем линия Благодаря Своему Могучему Воздействию На глаз Есть Тона Благородные Пошлые Есть Спокойные Вот Удивительным образом А на фоне Крайне Нервной Кругом Семейной Обстановки Во-первых Гоген не сомневается Это ясно Что он Художник Не просто Он Бывший Биржевой Маклер Художник Великий И может Судить Как Великий Художник И в общем-то Формулирует Вот Те Художественные Принципы Здесь В этом письме Те художественные Принципы Кое Мы позже Обзовем Художественными Принципами Синтетизма Хотя Конечно Никакого Синтетизма Вот здесь Конкобежцы В парке Фредериксберг Это центр Города Копенгаген Это к северу От центра Это Линия Бульваров И парков На линии Бывшей Городской Стены Бывших Фортификационных Водных Укреплений Очень выразительно Сделанная Вот на прудах Катаются Дети В таком Полустафажном Состоянии Любимая Любимые Охренные Тона Замечательная Ну по крайней мере Старо Выразительная Такое Вот Зимнее Конкобежцы Небо И повторюсь Никакого синтетизма Здесь нет Кстати Эстервольд Парк Который будет писан Позже Который будет писан По памяти Он более летний Еще менее Синтетичен А вот Дети Художника В принципе Вот эта вот Работа Она Ну Скажем Не очень Аккуратна Скажу Извините Я вот таким Вот образом Здесь Очень много Такого Мазка Чувственного Страстного Здесь Много Желания Сделать Хорошо Здесь Геометрия Здесь Прямая Линия Она Пока Еще Теряется На фоне Вот этого Так сказать Несистемного Мазка Неорганизованного Не Оформленного Если хотите А уж Фигуры Нет Это Нюхли Стофаж Они Абсолютно Жанровые Здесь Обведены Тонким Ненавязчивым Контуром Но залиты Достаточно Плохо Я имею Залиты Красками Залиты Цветами Это Дети Художника Вот Немного Немало Это Дети Художника И Совершенно Узнаваемые Дети Старший Эмиль Ему 10 лет И Предположительно Он С правой Сзади Он И побольше А линия Здесь 7 лет Вот Она Впереди И Видимо С интересом Куда-то На стену Смотрит А тот Самый Младенец Который Только Родился Незадолго До Переезда В Руана Затем В Копенгаген Вот Здесь А в Коляске Это Не Мете Везет Коляску Это Не Супруга Это Мы Не знаем Точно Кто Это Но Это Горничная Или кто-то Из пожилых Членов Семейства Скорее Всего Все-таки Горничная И Вся Семья Здесь Опять Собралась На Замечательном Натюрморте Из Услиц Голубями И В интерьерах Комнаты В Копенгагене Я сейчас Назвал Название Этой Работы Произнес Название Этой Работы Просклоняв Соответственно В падежах Во временах Натюрморт Из устриц С голубями И интерьер Комнаты В Копенгагене Мы уже Вот это Видели Не конкретно Эту работу А конкретно Эту манеру Когда Гоген Юный И не очень Умелый Как юный Простите меня Ему Вот-вот 37 лет Но не очень Умелый Все еще Замечу Я То есть Не считавший Пока себя Великим Да Художником Но не Профессиональным А мы уже видели Вот это вот Два-три плана Причем В этих Двух-трех планах На одном холсте На одном пространстве Он совмещает Несколько Жанров Как таковых Мы с вами Видели Натюрморт В доме художника На первом плане Самого художника С кем-то играющим Там на рояле Вот На втором На третьем плане А здесь то же самое Вот у нас Здесь первый план Это вполне Выразительный Натюрморт Который нам Близок Знаком Ну по меньшей Мере Узнаваем Скажем так С голубями Все понятно А сейчас Их съедят Под устрицами Мы подразумеваем Вот эту вот Нечнеоформленную Кучу слева На которой валяется Голубь в черном Корзинка Да Бог с ней Луковица Да Понятно Все хорошо Вот это мы уже Видели Вот этот вот Чан Кастрюлю Ковш С крышкой обильной Совсем недавно Около вот этого Ковша Правда это было В Руане Он приехал в Копенгаген Спал Клавис Спал на фоне Синих обоев С удивительными Узорами Предположительно Это цветы Вот второй план Здесь сформирован Стеной Вот на одну Треть Общего пространства Полотна А вот этой вот Стеной Видимо Поклеена С обоями Где изображены Цветы Растения Ну в общем-то Те формы Которые Все чаще И чаще В качестве Орнаментальных Будут использовать Гоген Потом не будут Давлять А в глубине И это Третий план И это Повторюсь Это вот такое Открывающееся Сценическое Пространство Собственно говоря Жанр А это Все та же Семья Это все Та же Семья За столом Неизвестные Нам две дамы В черном Буржуазном С левой стороны А правее Чуть ниже Светлая головка Мальчика Мы мальчика Не узнаем По крайней мере Внешне Мы черт лица Его не видим Они и не выписаны Но Мы видим его Такую блондинистую Рыжину Это клавис Постриженный Спиной И в общем-то Неудачно Совмещенный С лампой Стоящей Неуклюжа И не очень устойчива На столе Эмиль А Мете Она С правой стороны В профиле Она узнаваема На фоне Большого Окна Открытого С разведенными Тяжелыми Портьерами За которыми Город Копенгаген Он неузнаваем Копенгаген Не Попенгаген Но свет Абсолютно Скандинавский Вот такого Скандинавского Осеннего Сентябрь Позднего Сентябрьского Полдня Если вы бывали В северных странах В Копенгагене Среди Северных странах В Дании Среди прочего И в Копенгагене Вы осенью В этот свет Без сомнения Видели Поль Гоген Камилю Песаро Май 1889 1865 Год Самое позднее Месяца Через два Если только Я не повешусь Я вернусь В Париж И как-нибудь Проживу Стану рабочим Или бродягой Главное Мне не придется Терпеть Нападки Семейки Которая Самого Кроткого Человека Способна Превратить В кровожадного Зверя Да Через полтора Месяца После написания Этого письма Разругавшись С родственниками Поссорившись По сути С женой Оставив Ей Большую часть Детей С Клависом Вот с тем Замечательным Рыженьким Блондиночком Таким С Клависом Вот замечательным Блондином В рыжину Ну или светловолосым Мальчиком В рыжину Полька Ген Уезжает В Париж Правда Приехав В Париж Он немедленно Отправится В Англию Попытается Там Объяснить Выставки Ничего не выйдет Будет там Три недели А будет возвращаться В Париж Через курортный Геп А встретится там С Дега Которого Хорошо знал И уже ругался Разругается С Дега Категорически И на определенный Прежуток времени Она пишет Замечательную работу Купание В 1885 году Она Светла Забавно И иронично И по цветам Очень Такая разнообразная Разнообразная Он напишет Вот такое Ну прям Вот мы любим Ренуара Вот прям такая Ренуаровщина Тропинку Отца Жана Он жил В доме Священника Жана Там в Дьепе Ну и гулял По этой самой Тропинке И вернувшись После Очень Ковременной Быстрой Англии Через Дьеп Обратно в Париж Ему 37 лет И у него Ничего Нет У Поля Гогена Уже Его туда Его туда Не берут Ему Ему нечем Кормить Клависа У них У них Уверен Что все Образуется Клависа Придется отдать Знакомым И оставшись Один Он снимает Себе Мансарду В которой Пишет Вот этот Вот свой Автопортрет Это первый Автопортрет Гогена Он здесь Очень Нелегком Тяжелом Положении Состояние Он Совершенно В недоумении Смотрит Не на нас С вами Отнюдь Он смотрит В сторону И возможно Там В стороне Набирается Художественных Впечатлений Перед ним Мансарду Мы видим Скосы Перед ним Стоит Холст Мольберт Он Пишет Он Художник Он Уже Не смеется В этом Ни разу А надо Работать И он Никогда Не был Лентяем А надо Работать Надо Работать Больше И больше Вот Вот Все Его Работы Начнут Продаваться Он Обретет Признание И Финансовую Устойчивость Это Так Здорово Он Очень Готовится Не Обращая Внимания Ни на Болей Сына Ни на Отсутствие Денег Как Таковых А не на Письмами Т Которые он Получает Из Копенгагена Совершенно Такого Ругательского Скажем Так Содержания Он Готовится К Восьмой Выставке Импрессионистов Она Она Случится В июне 1886 Года И Там-то Мы Увидим Замечательных Пуантилистов Там-то У нас Синьяк Сыра И Вот Тогда-то Мы Начинаем Задумываться О собственных Путях В искусстве Ну О Синтетизме На выставке Импрессионистов 1886 Года В мае-июне 1886 Года А свои работы Представляет Сюра Свои работы Представляет Синьяк Удивительным Образом Там же Появляется Аделон Редон Со всей Своей Таинственностью 19 Работ Представит Польгоген На этой Выставке 19 Работ Худорист Несколько Пять Изделий Керамических Он Начинает Заниматься Керамикой У Феликса Бракмона Продаст Гоген Одну Работу В общем Денег нет Вообще В пансионе Клавис Мы пытаемся Продавать Как что-то Из своих Коллекций Это Идет Не очень Хорошо Письма КМТ Которые Гоген Пишет Совершенно Невинные Как бы Ничего Не Происходит Сохраняется Он старается По крайней мере Сохранить Может быть даже Не столько Видимость Но и суть Отношений Если хотите МТ Поначалу Будет Доброжелательно Все менее Доброжелательно Скажем Так Отвечать На эти Письма Преобладающим Образом Интересуясь Где деньги Когда все Появится И когда мы Наконец Заживем На эти вопросы Замечу я Гоген Ей не Отвечает Он продолжает Рассказывать О том Что происходит С ним А В общем-то Приходится Занимать Деньги У своих Товарищей У бывших Коллег по бирже Ни много Ни мало Для того Чтобы летом Вот того же 1886 года Отправиться В июле месяце В Британию На северо-запад Франции В маленький Симпатичный Милый городок Пунт-Авен На юге Британии На берегах На берегу Атлантического океана Маленькая Речушечка Авен Через которую Мост Разумеется Поэтому и Пунт-Авен А вокруг Огромное количество Менгиров Дольманов Сказок Легенд О кельтском Небывалом Героическом Разумеется Прошлом А сам Понт-Авен Городок Относительно Молодой Если говорить О французских И бретонских Городах Если в частности Он существует 17-го столетия Но Средина 19-го века А в этом Городке В тамошних Таких Пансионных Провинциального Маленького Курорта Очень Нежаркого Начинает Селиться Художественная Французская Не очень Богатая Богема Приезжая на сезон Работая На пленэре Начиная С середины 19-го века И постепенно Взрослея И постепенно Набираясь Опыта С маститами Художниками Они продолжают Ездить В Понт-Авен К ним Приезжает Появившаяся Молодежь И вот так Все время Это круто Замечу Что Это не колония Художественная Но По крайней мере С конца 60-х годов 19-го столетия Можно говорить Искусствоведы Говорят О сложившейся Школе Понт-Авена Это очень Образное Понятие Это очень Собирательное Скажем так Понятие Потому что Школа Подразумевает Простите меня Единство По меньшей мере Некое А в Понт-Авене Это была Очень разнообразная Публика То есть От таких Кондовых Железобетонных Академистов До тех Кого Позже История искусства Обозначат Во всем их Многообразие Как пост Импрессионистов Причем Проживая В одних и тех же Пассионах В одних и тех же Местах И те и другие Регулярно В самых разных Возрастных категориях И те и другие Регулярно Встречаясь За ужином Беседуют Спорят Скандалят Иногда Дерутся В пансионе Мари Жанны Глуанок На мансарде Снимает Там и комнату Спальню И мастерскую Селится По Регаген Вообще Мари Жанна Глуанок Это такое явление Во французской истории Искусства Возрубежа Второй половине Девятнадцатого Начала Двадцатого Столетия В ее пансионе До появления Девятнадцатого Уже собирается творческая художественная публика, причем преобладающим образом, не преобладающим, а значимым образом. Это иностранцы, это американцы, это поляки, это голландцы, датчане, приезжающие поднабраться, без сомнения, блистательного художественного французского опыта. И это те художники, которых сегодня, в общем-то, история искусства краснеет, собственно, непредкорректности, и средиосионы называют вторым рядом. Где-то так, вот именно там появляется польгоген, и появляясь за ужинами, он преобладающим образом молчит. Он молчит серьезно, он молчит сосредоточенно, он предпочитает, если уж говорит, то говорит о спорте, которым он занимается. Он фехтует, он плавает, причем голым, это вызывает истическое похихикивание, и даже за товарищи художников. Он берет уроки бокса, он максимально нелюдим и удивительным образом создает вокруг себя некую атмосферу таинственности. И совершенно создав эту атмосферу, не пытается ее хоть как-то попытаться развеять. Если я скажу вам, что по женской линии веду свой род от Боджи Арагонского, вице-короля Перу, вы решите, что я хвостун и лжец. Я цитирую Гогена, а ведь это правда, по женской линии он берет свой род от вице-короля Перу. Я продолжаю. Совета пишет Гоген Метте, видимо пытаясь как-то ее обнадежить и как-то возбудить в ней дальнейшие надежды. Причем вот эта вот торжественная центральность Гогена, которая ему очень нравится, она заметна. Она заметна, ну в принципе даже Камиль Писаро. Писаро не без раздражения писал о Гогене, я слыхал, что этим летом на берегу моря он проповедовал целый свитие молодых людей, внимавших суровому наставнику-сектанту. Гоген работает много. Гоген в Пондавене работает увлеченно, причем весьма и весьма необычно. Время от времени он может начать работать на мансарде, а заканчивать на натуре, на пленере. А при этом он сохраняет вот такой вот дробный мазок импрессионистов, добиваясь некой стерилизации. Посмотрите, вот это вот именуется Поля Ролешон. В общем-то и касательно дробного мазка импрессионистов, вот этого неустоявшегося, нет, он достаточно уверенный, но он будет развиваться, он знает, что он будет развиваться, он не знает, какую сторону. Он будет развиваться, он неустоявшийся и окончательно не сформировавшийся, он даже пытается продолжиться до линии. Мы сейчас увидим, а где это будет происходить. Так вот, мазок-то импрессионистический имеет место быть и, я цитирую, Я использую только цвета призмы, сопоставляя и смешивая их как можно меньше, чтобы добиться большей яркости, а рисовать, стараясь как можно проще и синтезирую. Вот синтезировать, синтез, синтетизм Гоген, начиная с Порт-Авена 1986 года, будет это повторять все чаще и чаще, я вам скажу позже, позже умные люди, искусствоведы, в общем-то начинают историю того художественного направления в живописи, ну европейской прежде всего, да французской прежде всего, европейской, помимо всего прочего. А вот одно из направлений Порт-Авенского, как обозначать, как синтетизм, и начинают его, в общем-то, вести с Порт-Авена, с 80-х годов, Порт-Авенских. И, в общем, действительно, если вы посмотрите на поле Рулешон, это 1886 год, яркое, очень такое, с четкими, густыми тенями. А причем здесь тени настолько наложены, что мы можем с вами определить время дня приблизительно, по крайней мере, это где-то около полудня. А здесь малозаметные эстафажи и песик, лежащий, видимо, подуставший, христианин. И здесь действительно та самая, сопоставляемые цвета и умение добиться большей яркости, при, в общем-то, достаточной, четкой, если не сказать упрощенной, касательной архитектоники, геометрии. А возвращение в Париж в ноябре 1886 года, кроме расстроенных чувств и сомнений, не приносит ничего. В Париже нищета. В Париже нищета. Гоген продает имеющуюся у него работу Йоткинда. Это позволяет оплатить дальнейшее пребывание. Клависа в интернате. Он ругается с сестрой Мэрием. Мы не упоминали сестру, но у Гогена была двумя годами, полутора годами старше его сестра. Она, вот если Гоген в 1848 году, то она в конце 1846 года была рождена. Он продолжает работать с Брокманом над керамикой. Он месяц проводит в больнице с воспалением миндалин. Вот той зимой 1886-1887 года он из Парижа пишет дочери Алине, она там с матерью, в Копенгагене, письмо. Я узнал крайнюю нищету. Но это не страшно, или почти не страшно. К нищете привыкаешь, и при наличии воли над ней, в конце концов, начинаешь смеяться. Ужасно другое. Невозможность работать. Развивать интеллектуальные способности. Правда, страдание обостряет твой талант. Однако, избыток страданий ни к чему, потому что тогда оно убивает. При большей гордости я приобрел, в конце концов, и большую энергию. И я хотел хотеть. Вот так вот. Вот так вот мы даже ищем некие позитивные моменты. Кстати, коль скоро мы упомянули сестру Марию. В общем-то, Агаген продолжает с ней ругаться. Она замужем за богатым человеком. Она замужем за чилийским предпринимателем Хуаном Урибе. А с ним Агаген знакомится. И тот его смущает. Справится немного-немало в Панаму. На строительство Панамского канала. А замечу, правда, что перед этим Агаген в галерее, где работает Тео Ван Гог, познакомятся, и они необычайно понравятся друг другу с Винцентом. Ван Гога мы к этому еще с вами будем возвращаться. Но 10 апреля 1887 года Гоген сядет в Сен-Назелье на пароход для того, чтобы плыть в новый цвет. Из письма Гогена Метте перед отъездом. Я хочу обрести былую энергию. Вот я и еду в Панаму, чтобы зажить дикарем. Я увожу с собой краски и кисти. Вдали от людей я снова воспряну духом. Я по-прежнему буду тосковать без семьи. Но зато избавлюсь от опостылевшего мне нищенского существования. Вот так вот. Он уезжает не один. Он уезжает вместе с Шарлем Лавалем, больным туберкулезом. И, в принципе, Гоген настаивает. Лаваль идет на поводу. И это будут страшные совершенно времена. В общем-то, прибыв третьим классом в Панаму. Во все идет строительство канала. Зять, который обещал помощь, не помогает, ничего не делает. Угогена, естественно, никаких заказов на какие-нибудь художественные работы. Художественных заказов нет. Абсолютно никаких. Для того, чтобы выжить в Панаме, он и Лаваль отправляются на стройку. В буквальном смысле. В колонии это действительно ужас. Это позже он будет писать, опять-таки, о той же Метте. Смертность здесь не такая ужасная, как рассказывают в Европе. Негров ставят на тяжелые работы. И среди них из 12 умирает 9. Но среди белых умирает только половина. Вот среди этой половины чуть не случился Шарлем Лаваль. Потому что его сваливает приступ в желтой лихорадке. Он пытается, среди прочего, покончить с собой. Гоген находится около его кровати. Он пытается его лечить какой-то гомеопатией. Он сам будет писать позже, что слабел и чувствовал себя отравленным болотными миазмами на канале. Это будет ужас. Это будет ужас и банкротство Панамского канала. Удивительным образом из Панамы в июне 1887 года Гоген отправляется на Мартинику остров у северного побережья Южной Америки. И, в общем-то, там, на Мартинике, ему очень нравится. А вот это сразу видно. Вот здесь вот Мартиника пейзаж. Вот это вот многоцветие очень контрастное, очень насыщенное по цветам. Коль скоро вспомним мы о цветах, так сказать, призмы, которые исключительно мы берем. Очень яркое, очень жизнелюбивое, может быть, в силу вот этой вот и контрастности, и насыщенности цветовой. Даже излюбленные коричневые охры отсюда уходят. Они краснеют, приобретая вот такую вот экваториальную, вот такую вот солнечную, если хотите, яркость. Не думаю, что это однообразно, пишет Гоген Метте. Наоборот, разнообразно и очень не могу описать тебе, как восхищает меня жизнь во французских колониях. Уверен, что ты отнеслась бы к ней так же. Надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь сюда с детьми, не ужасайся. На Мартинике есть колледже, и здесь с билами нянчатся, как с диковинкой. Сборщики манго. Вот, собственно говоря, ему будет безумно нравиться вот эта вот экзотическая, неевропейская, скажем так, вот натура. Ну, собаки просто вот отсюда переберутся на его третянские полотна, практически не меняя форм как таковых. А женская натура, мне всякого сомнения, изменится. Она станет не столь объемна, но вот это вот тропическое восхищение красками и жизнью, которые Гоген при всех безумных трудностях будет позже испытывать и на Таити, и на Хива, ОА. Вот это присутствует уже здесь, на мартининских полотнах. Сборщики манго, 1887 год. Вот, он будет писать жене, что как-то раз, что здесь масса симпатичных девушек, они замечательные совершенно, и одна из них ему подарила плод манго и плод гуавы. Гуава тоже там росла. И подарила не просто плод, вот он переспелый, он должен быть лопнутый. Он лопнул от своей сочности. И Гогену объяснили, что это любовное кокетство, и вот эти плоды – это ни много ни мало приворотное средство, приворотное зелье. Поверь, Белому трудно сохранить здесь свою добродетель, потому что жен Пентефрия здесь достаточно. Но ты можешь положиться на мою стойкость. Беспардонно, врал Гоген своей супруге Метте. И, в общем, все было хорошо, но быстро все изменится, как обычно бывает в жизни. А в жизни Поля Гогена такое бывало регулярно и постоянно. У него серьезные проблемы с печенью, у него нет денег, в принципе, знаковых. Настолько нет, что он пишет в Париж своему другу Шуфу, Шуффенекеру, просьбу прислать ему денег. В ноябре 1887 года Мартиника – колония французская. Он, не получив денег от Шуфа, нанимается матросом на французский парусник, чтобы вернуться домой, прихватив все свои мартининские картины. Вот прибрежный пейзаж Мартинике. Мартинике, 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 Мартиника, Мартиника. Написав прибрежный пейзаж Мартинике с козами, с гуляющими по берегу под зонтами, и с местными жителями, и с европейцами. И если охры у него изменились раньше, мы об этом говорили, стали такие какие-то реальные, яркие, насыщенные в такую доржавость и красноту, то вот его синие тона, которые были куда приглушеннее, изменились именно здесь. Здесь даже деревья у Гогена посинели от переизбыточного солнца, которое высвечивало даже тени, и уже возвратившись в Париж, он по памяти напишет еще одну мартининскую работу. «Синие деревья». Она удивительна совершенно. Это вообще история любви на странном фоне, и находится сегодня, очень редко ее можно видеть. Она в таком захолустье датском присутствует, в блистательном совершенно собрании Хансенов, в Вордругарде. Я почему вдруг вспомнил, видел ее не так давно на выставке в Гамбурге. Она необычайно хороша. Она необычайно хороша. Так вот, явившись в Париж, поселиться негде, он селится у Шуфенекера, у Шуфа. Тот пытается устроить по итогам пребывания, кошмарного пребывания, в Панаме ничего не было написано, по итогам пребывания на Мартинике. Он пытается устроить выставку. Тео Ван Гог, посетив эту выставку, глубокомысленно заметит о том, что в его негритянках, имеют в виду негритянок Гогена, высокая поэзия. И купит одну из его работ, Мартинико, пейзаж. Метте зовет мужа в Данию, в Копенгаген. А новый друг Винсент Ван Гог в город Арль, в Прованс. В феврале 1888 года, а Поль Гоген вновь уезжает в Пунтовен, останавливается все в том же пассионе Гланок, народу мало, дождь, град, снег, плохая погода, пленер невозможен. У Гогена дизентерия, но тем не менее, другу Шушенайкеру Шуфу, он пишет достаточно бодрые, бодрые и полные самообмана, скажем так. Письмовый парижанин. А мне подавай деревню, я люблю Британь. Я нахожусь здесь дикое, примитивное. Когда мои деревянные башмаки стучат по здешнему граниту, я слышу тот глухой, невнятный и мощный звук, который еще в живописи будет писать Гоген, который никогда не одевал деревянные башмаки, тем более не стучал ими по граниту. Но, в общем-то, рассказывая, как хорошо, именно в письмах Шушенайкеру он даже не начинает, он уже продолжает рассуждать и формировать собственные художественно-технологические принципы, или, по крайней мере, воспринимать те принципы, которые ему близки. Каждый предмет имеет совершенно определенную форму, цвет и четкий контур. Цель художника – их распознать. Винсент Ван Гог пишет страстные письма в Понте Вен, в Пансион Глуанек, приглашая поле Гогена, дружба с Гогеном у Ван Гога, как обычно у Ван Гога, очень взрывная такая, мгновенная и очень яркая. А приглашая туда Вар в Прованс для того, чтобы стать вместе с самим Ван Гогом основателем той замечательной, мечтают о ней, художественной колонии, которую мы назовем «Южной мастерской». Тео Ван Гог – брагматичнее, нежели его старший брат, а тоже предлагает и уверенно предлагает Гогену отправиться в Арк Винсенту. Он даже предлагает оплатить переезд и оплатить некое пребывание там, взамен, не прося денег. Он будет предлагать Гогену отдавать ему ежемесячно, ему Тео Ван Гогу, ежемесячно по одной из работ Гогена. Обратите внимание, пишет Шуфенекеров Гоген, «Сейчас среди художников появилось весьма благоприятное для меня поветрие. И будьте покойны, как бы ни влюблен в меня Ван Гог, Тео». Он не стал бы содержать меня на юге ради моих прекрасных глаз. Как подавая трезвому голландцу, он изучил обстановку и хочет извлечь из нее как можно больше выгоды, и причем единоличная. Я просил его снизить цены, чтобы привлечь покупателей, а он ответил мне, что наоборот намерен их поднять. Конечно, я вообще оптимист, но на сей раз я и в самом деле вступил на твердую почву. Поле Гоген был блистательным мастером самообмана. Они решают обменяться с Винцентом Ван Гогом автопортретами. И глядя на портрет Поле Гогена, а другу Винценту Ван Гогу, мы, вне всякого сомнения, замечаем достаточно мощную технику. Она такая свежая, скажем так, для Гогена, четкую линию, четкие переходы тонов в полутона, очень контрастные цвета. Удивительное название «Отверженные» моему другу Винценту Ван Гогу написано по-французски с правой стороны, в общем-то внизу изобильные богатые цветы на ярком, ровном, всегда ярком и ровном фоне. Вот между желтым и синим постоянно и долго, по крайней мере, Ган Гог будет выбирать. И портретом. И портретом в правом верхнем углу, не очень старательном, а очень контурном. Это портрет Эмиля Бернара. Вот так вот, ни много ни мало. Бернар, кстати, сам подаривший Ван Гогу, а в свое время свой портрет будет вот таким вот лишним, не лишним, но третьим. А вот в этом формирующемся неком художественном тандеме. И отправив подарочный автопортрет туда, в Прованс, в Варль, Винценту Ван Гогу 21 октября 1888 года, ну вот проведя всю весну и все лето в Понтовене, а в компании с Бернаром, Анкетеллом, Лавалем, познакомившись с Полем Селезье, это дальнейшая и очень интересная совместная их история, получив деньги от Тео Ван Гога, Польга Ген отправляется к принценту Ван Гогу в Арль. Тот его очень любит. Получив от Тео Ван Гога 300 франков за давно обещанных 300 франков за керамику, получив оплаченный билет, 21 октября 1888 года Польга Ген уезжает из Понтовена, уезжает в Арль к принценту Ван Гогу, который его звал давно, который его ждал, который готовил ему спальню в желтом доме, который намеревался украсить изображениями подсолнуха, в которых он в изобилии аж 12 раз. А, в общем-то, будет писать, не обращая внимания, что они увядают, они увядают на глазах, и мы видим это увядание среди этих 12 вариантов подсолнухов. А Гоген приезжает к Ван Гогу, Ван Гог горит желанием создать замечательную южную мастерскую. Гениальные художники собираются на юге Франции, в теплом, душном, ветреном Провансе, живут, творят, не думая о продажах, у них все замечательно и хорошо. Для Винцента Ван Гога это, без сомнения, была такая идеологическая утопия. Она с очевидностью его поддерживала. Для Поля Гогена, человека совершенно отличного от Ван Гога, совершенно иной этикой, и я заранее скажу, что, например, мне этика Ван Гога более симпатична, нежели этика Гогена. Для Поля Гогена вот эта вот перспектива создания некой художественной колонии, а, в общем-то, была идеей коммерческой, он этого не скрывал. Они уверены, что Ван Гог замечает определенный расчет, всегда имеющийся у Гогена. Ван Гог замечал прекраснейшим образом, он будет писать Тео, что Гоген человек расчет, и это будет позже. А пока он встречает его, украсив комнату Гогена некоторыми подсолнуками, которые намеревался вставить в оранжевые рамки, это не очень получилось. Гоген несколько ошарашен такой удушающей любовью Ван Гога, он тут же начинает его подозревать, и не выяснив, в чем именно он хотел бы поподозревать Ван Гога, он начинает иронизировать, по крайней мере, касательно подсолнухов уж точно, ему не нравились никакие из 12 вариантов, написанных Ван Гогом. Ван Гог рисует подсолнухи, 1888 год. Мы с вами с очевидностью здесь видим не просто карикатуру, а такую карикатуру, ущербанную, когда человека закомплексованного, когда Гоген, оставляя Ван Гогу его глаза и рыжину бороды, пытается поместить их на собственном лице, по крайней мере лице, таком же широкоскулом, какое было у Гогена, с очевидностью придавая Ван Гогу здесь собственные черты. На этом портрете отлично видно, как увядают на жарком прованском солнце подсолнухи быстро и безвозвратно. Здесь четкие краски, между ними проведены линии, это характернейший совершенно карикатурный, но очень характерный, скажем так, клоазонизм. Палитра с одиноким пальцем, торчащим из нее большим Гогеном, совершенно отдельно существует. От Гогена, вот она чуть правее внизу, а вазу интенсивного синего цвета, с фиолетовым, мы с вами, с фиолетовым оттенком, мы с вами будем потом видеть не раз на работах Винсента Ван Гога. Они гуляют, они гуляют, они гуляют по городу Арлю, они гуляют по окрестностям, и в общем-то Ван Гог будет писать, рассказывая об этих прогулках, в ноябре 1888 года, Тео, ах, сокрушается Ван Гог, почему тебя не было с нами в воскресенье? Мы видели совершенно красный виноградник, красный, как красное вино, и издали он казался желтым, над ним зеленое небо, вокруг фиолетовая после дождя земля, а где-то на ней желтые отблески заката, пишет Винсент Ван Гог своему брату, и Поль Гоген видит те же виноградники, видит тогда в ноябре 1888 года именно тот сбор урожая, и он видит в принципе другое небо, другого цвета, но достаточно чистого. Небо здесь желтое. Виноград, это не виноградники, но уже собранная ягода, сваленная в кучу, красная. У него из этого винограда, и он с очевидностью насмотрелся на Ван Гога, и скорее всего на Мелле тоже. Вот это вот вангоговские согбенные женщины, так напоминающие, вырастающие из пахоты Мелле французских крестьянок, здесь у него на кучах, на грудах винограда, у него здесь странная таинственность черной фигуры, с левой стороны, зеленоватыми глазами, без белков, и у него здесь эта девушка, эта уставшая девушка, прованская совершенно с зеленоватым лицом, абсолютно не выписанным, весьма карикатурным, а может быть просто не получилось, но вот здесь вот, в урожае винограда варли, так называется эта работа, Гоген совершенно другими глазами видит то же, что видит Иван Гог, и здесь впервые мы начинаем говорить и замечать ту самую тотемную статику, которая позже на Таите расцветет и станет неизбежной в каждой работе поля Гогена. Пожилые женщины варли. Вот как ни старался здесь Гоген нам написать Прованс, как ни старался он здесь изобразить яркое прованское, высветляющее все солнце, здесь все равно получается Британь. Здесь все равно получается Британь. Это удивительным образом, хотя оказалось абсолютно и цвета, здесь абсолютно чистый черный, здесь такой насыщенный синий с оттенками, здесь краски залиты кое-где, они штрихованы, но большую частью залиты, здесь вызывающе совершенно свои, так сказать, красочные экспрессии. Красный забор, желтый стога, озера ивы подразумеваемые на этих самых бликующих, солнце мы пытаемся изобразить, озерах, он здесь совмещает время, он здесь совмещает пространство, не получается, не получается здесь Арля, получается Британь. Возможно, собственно говоря, Британь была ему ближе. Мы с Винцентом редко соглашаемся в чем-нибудь, особенно, когда дело касается живописи. Это Гоген пишет Эмилю Бернару. Он восхищается Домье, Добеньи, Зиемом, Великим Руссо, то есть всеми, кого я не воспринимаю. И наоборот, презирает Энгра, Рафаэля, Дега, всех тех, кем восхищаюсь я, чтобы положить конец спорам. Я отвечаю, Ваша правда, капитан, ему очень нравятся мои работы, но пока я пишу, он всегда находит, что я что-нибудь сделал не так. Он романтик. Он романтик, меня же скорее тянет к примитиву, что до цвета ему ближе причуды постозности, как у Монтичелли, а я ненавижу эту мешанину фактура. А в принципе Гоген пишет правду, вне всякого сомнения. Это поводом, ну может быть не поводом, отнюдь не причиной, может быть поводом. Это послужит к тому, что они достаточно быстро, ну по крайней мере Гогену покажутся, надоедят друг другу слишком разные представления и о жизни, и об искусстве, и о творчестве каждого из них. И тем не менее, виноградники в Арле, красные замечательные, красота, пожилые женщины в Арле, рядом с желтым домом, где на втором этаже у Ван Гога спальня, у Гогена спальня, а находится питейное заведение в розовом доме, они ходят туда в ресторан, который сыграет свою роль на Рождество 1888 года, ибо именно в этом ресторане якобы Ван Гог, не отдавая себе отчет, ни в чем кинется стаканом в Гогена, это будет позже. Там же недалеко от желтого дома вокзал, река Рона, авиадук железной дорогой и водоводом, а там же недалеко живет семейство почтальона Рулена, с которым так дружат, Ван Гог и искренне хочет подружить с этим же семейством Гогена, там же недалеко, находится публичный дом, нет, но мы его вежливо именуем ночным кафе, ночное кафе в Арле, Поль Гоген, 1888 год, находится публичный дом, куда еще до Гогена, а Ван Гог-то в Арле с февраля 1888 года, а Ван Гог ходил к некой Рошелле, а о Рошелле мы ничего серьезного и подробного сказать не можем, и удивительным образом ведь отнюдь не Рошелле, а некой Габи, Габриэле, тогда, 26 декабря 1888 года, а Ван Гог отнесет в подарок мошку собственного уха, которую отрежет при в общем по сей день невыясненных обстоятельствах, поссорившись и в ожидании с Гогеном и в ожидании отъезда. Поле Гогена, но это скорее всего все-таки не Габи, у нас здесь изображена полем Гогеном, но тем не менее очень характерное, это действительно прованское лицо, большие, замечательные глаза, большой нос, большой рот, такие очень южные черты лица, абсент, неизбежно, вот с этой вот ложечкой-вилочкой, которая вот там сейчас, вот вина, в которой кладется сахарок, который поливает абсент, сыгравший очень печальную роль не столько в жизни Поле Гогена, он будет пить позже, а сколько в жизни Винсента Ван Гога, клубы дыма, яркие краски, чудные беседы, зеленые лица у тех, кто бодрствует, у тех, кто спит, лампы, отличные от тех, которые будут в том же кафе изображены, Винсентом Ван Гогом у него будет более панорамное изображение, одинокое и совершенно такая схематичная кошка, вот здесь внизу, большой синий сифон, а в принципе, вот это последняя работа Поле Гогена, писанная им в Арле, и пребывание в Арле будет отнюдь недолгим, отнюдь недолгим, я уже упомянул, да, мы на лекции о Ван Гоге об этом говорим, на Рождество, по сути, на Рождество 1888 года, в конце декабря 1888 года, Гоген, который за две недели до, уже напишет Тео письмо, в котором сообщит, что несмотря на бесконечную гениальность, таланты брата Тео, Винцента, тем не менее, разные подходы к живописи, он повторит то, что он писал до этого в письме Бернару, разные подходы к живописи, разное восприятие живописи, не говоря о том, что и разное восприятие жизни, и в общем-то намерение уехать, Гоген от Ван Гога не скрывает, ввергая его не то, чтобы в отчаяние, но в отчаянное сомнение в самом себе, а я имею в виду Ван Гога, он был куда более тонко кож, нежели Поль Гоген, а в общем-то история, которая произошла вот 22, 24, 25 декабря 1888 года, она рассказывается и подается очень по-разному, мы ее знаем со слов Гогена, и нужно иметь в виду, что об этом он будет рассказывать уже после смерти Ван Гога, в интервью газетам, и в общем-то рассказ его будет звучать нейтрально по отношению к Полю Гогену, якобы в ресторане близ Желтого дома, вот на Люля Мартен, Винсент, разозлившись, раздухарившись, выпив, бросит стаканом в Гогена, а Гоген обидится, уйдет домой, и наутро Гоген к нему Ван Гог придет, а к Ван Гогу и спросит, ах, дорогой Ван Гог, простите бога ради, ну вот неужели так оно все получилось, ну ничего, скажет Гоген, да, я вас простил, но я должен уезжать, а я должен уезжать, сообщит он Ван Гогу, и вечером того же дня он выходит из дома и отправляется на вот собственно ночное кафе в Арли, он и отправляется к девушкам, а надо сказать, что Полю Гоген называл эти прогулки в борделе гигиеническими процедурами, у него вообще было очень домовитое, такое, очень хозяйственное отношение, а к сексу, да, гигиеническое, скажем так, он этого никогда не скрывал, и все про здоровье, про здоровье, про здоровье, просто касательно собственного здоровья, прежде всего и беспокоился, так вот, Гоген отправляется в бордель, и вдруг он слышит топот у себя за спиной, он оборачивается на него идет с безумным взглядом Ван Гог, вот-вот на него бросится, и как скажет Гоген, парализованный взглядом Гогена, вдруг взворачивается и убегает обратно, Гоген, зайдя в бордель, больше не вернется, а в желтый дом он останется в гостинице, куда наутро и придут полицейские с вопросом, почему же он, великий художник, убил другого великого художника, что крайне возмутит Гогена, потому что он никого не убивал с тем паче Ван Гога, и когда они появятся в желтом доме, вместе с полицейскими в спальне Ван Гога, они увидят Ван Гога, лежащего на взалитой кровью кровати, выяснится, слава Богу, что он жив, что он крепко спит, Гоген посмотрит на Ван Гога, выяснит, что он жив, и тут же отправится в Париж, попросив полицейских сообщить Тео про такое несчастье, которое произошло с Ван Гогом, а Гоген будет заявлять, что Ван Гог отрезал себя ухо полностью, что в принципе не соответствует действительности. Узнав, кстати, о том, что первое, чем поинтересуется Ван Гог, придя в себя и узнав об отъезде Гогена, это будет, взял ли Гоген достаточно денег из шкатулки, Гоген-то подумает в силу собственных представлений о прекрасном, о человеческом натуре, что тот собирался улечить его в воровстве, а Гоган Гог, узнав об обиде Гогена и позже, будет говорить о том, что он вовсе даже не об этом, он-то переживал, хватит ли денег Гогену доехать из Арля до Парижа. Кстати, появившись в Париже, немедленно к Гогену, узнав о том, что произошло в Арле, прибежит Эмиль Бернар. И позже, когда Бернар окончательно рассолится с Гогеном, он даст иную трактовку происшедших тогда, в конце декабря 1888 года, событий в городе Арле. Он будет говорить о том, что Гоген рассказывал Бернару при встрече сразу при приезде в Париж, что за ним побежал, что они поругались, за ним побежал Винсент, спросил Гогена, собирается ли тот уезжать, тот ответил, да, я собираюсь уезжать, и затем просто бежал за Гогеном и вопрошал, возможно, с криком, почему, 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 тот молчал гордо и независимо, Ван Гог обиженно сказал, что раз ты молчишь, то и я буду молчать, и убежал в дом отрезать мочку, ухо, а Гоген не пришел домой, Гоген пошел ночевать в отель. Вот, после этого события из Арля Ван Гог отправится, ну, сначала в больницу, там местный, а затем в сумасшедший дом, а Поль Гоген через Париж отправится в Пантавен, в Пантавен, столь любимую, родную Британию, уже ставшую родной Британию, где его с очевидностью ждут, хотя, повылившись там, он найдет Пантавен шумным, грязным и неуютным. Новый, 1889 год, Поль Гоген встретит в Париже, и начало года это процесс интенсивной подготовки к выставке в Брюсселе, куда замечательные молодые символисты, составляющие группу 20, пригласили с удовольствием и с крайним уважением Гогена, послушав его, увидев его. А живет Гоген у Шуффенекера, у Клода Эмиля Шуффенекера, у своего доброго друга, причем настолько доброго, что Шуффенекер сам, в общем, художник самодеятельный, по крайней мере, начинавший как самодеятельный художник, человек, который и заинтересовал в общем-то художественным творчеством Гогена как такового, бывший коллега Гогена по бирже, который относился к своей жизни, своей семье и своей роли в своей семье на рабочем месте, ну скажем так, куда с большей ответственностью, нежели Поль Гоген, человек мягкий, человек добрый, человек стремящийся не понравиться, но радоваться всем и быть довольным всеми, у него это будет получаться, будет получаться с трудом, Гогена он поддерживал всегда, вот сколь можно было поддерживать Гогена до самого последнего момента, что Шуффенекер так или иначе это делал, при всем при том, что большую часть истории взаимоотношений Поль Гоген с какой-то досадливостью, доброжелательной, но раздраженностью, скажем так, относился к Шуффенекеру, считая его другом, но отнюдь не считая его ровней себе, как в жизни, так, собственно говоря, и в творчестве, а в отличие от Поля Гогена, Эмиль Шуффенекер, который проживет более 80 лет, большую часть своей жизни, художественной жизни будет работать учителем рисования в лицее, учитель в рисовании и черчении в лицее, зарабатывая тем самым на хлеб, для того, чтобы содержать супругу, для того, чтобы содержать двух девочек, и в общем-то в семье, тогда, в начале 1889 года, Ван Гог проживает в семье Шуффенекера и за счет Шуффенекера у него нет денег, и рисует портрет семьи Шуффа, Шуфф, так называли друзья, приятели, Гоген, прежде всего, вполне приличного, хорошего человека и вполне приличного художника, который впоследствии специалисты будут относить к художническому группе ноги, хотя все это достаточно условно. Вот, коль скоро мы упомянули с вами о такой снисходительной раздраженности, доброжелательной раздраженности, извините, за некий оксиоморон, но тем не менее, а вот Гогена по отношению к Шуффу, вот это вот здесь очень видно, вот это вот здесь очень видно, ибо портрет семьи Шуффенекера или семейства Шуффенекера, по-другому, удивительно ироничен, удивительно ироничен, Причем тут какие отношения заморачиваются перспективами, какими-то вопросами взаимоотношений и пропорций. Суровая, крепким характером требовательная супруга Шуффенекера, без сомнений он находился у нее под каблуком. Другое дело, сколько комфортно себя чувствовал под этим самым каблуком. Женщина была строгая, женщина была с достаточно тяжелым характером. И в общем-то, если сейчас она встанет с некого стула, с некого сидения, видимо она не совсем позирует, она отвернулась от творчества мужа, она смотрит в сочинскую сторону. Так вот, если она встанет, она будет в два раза выше Шуффенекера, который стоит здесь слева, а который сжимает достаточно нервные руки, который с добрым заискивающим взором наблюдает свою супругу, которая думает о нем и желает за что-то его наказать. Видимо, демонстративно не обращает на него внимания, глядя в сторону, она больше давлеет над ним, а он так хочет, чтобы у нее было все хорошо. Удивительным образом это не специально, или не сложно сказать, специально это или нет, но в общем-то рука мадам Шуффенекера выписана буквально как клешня. А, кстати, две девочки постарше, они были погодками, и помладше, ну вот старшая сидит рядом с матерью, и видимо это тот возраст, когда девочки очень зависимы от мнения матерей, она знает, что с папой, с отцом что-то не так и не то, мама им недовольна, и в общем-то в силу детских представлений о красоте и справедливости тоже недовольна отцом. Она, конечно же, не знает почему, и потом, может быть, посредственно осознает, что была тогда, а в детстве не права, а на это смотреть слабость раздражает всегда. Гоген, который считал себя человеком сильным, человеком последовательным, человеком очень четким и внятным, раздражался, глядя на добрейшего Шуффенекера, совершенно этого не скрывая, а Шуффенекер, повторюсь, терпел его, сколь мог терпеть. Четкие цвета, четкие линии, достаточно много геометрии здесь работы самого Шуффенекера, и коль скоро о японизме, о влияниях японских на всю компанию, на Гогена прежде всего, и на всю компанию, его окружавшие, вот здесь это иллюстративно, вполне представлено. Мальберт, подрамник, холст, сложно сказать, позирует или позировали ли, она ему, она смотрит мимо, ей что-то не нравится, а возможно, она просто устала. 10 июня 1889 года Поль Гоген, позаняв денег, отправляется в Пунтовен, где ему всегда так хорошо, а где его ждут, это знают молодые художники, он готов им рассказывать, он готов им вещать, вызывая неудовольствие части молодых, пока затаённых, непроявленное, вызываете неудовольствие маститых мастеров, и коль скоро по минутам вспомним Камиле Писсаро, впереди их окончательная ссора, но она, в общем-то, назревает, он приезжает к замечательному полю Сирюзье, который очень активно провозглашает художественные принципы и пропагандирует художественные принципы, которые позже позволят определить круг художников Сирюзье, как группу Наби. В самом Панзавене, в пансионе Глуанок места нет удивительным образом, Гоген уезжает, уезжает небольшую рыболовецкую деревушку Ля-Пуль-Дюм, она совсем, ну как-то относительно недалеко, в 25 километрах, там живёт всего 150 жителей, там среди этих 150 жителей собиратели водоросли, это сезонная работа, это рыбаки, неизбежно, они на берегу моря, большие песчаные карьеры недалеко, возщики песка, там же проживают, и лето 1889 года Гоген проведёт в пансионе у Марии Анри приятельницы, доброй подруги, одного из своих преданных слушателей, одного из своих преданных слушателей, Якоб Майер де Хан, голландец, который впоследствии станет неотъемлемой частью французской истории искусства, конца 19-го столетия, имея в виду, что сын крупного производителя печенья из Амстердама, который всю свою юность, будучи весьма человеком болезненным, худым, слабым, всё размышлял, о кем ему стать композитором ли, и, в общем-то, возможно, у него получилось бы художником ли, выбирает, имея в виду, что в деньгах он нужды не знает, ему легко заниматься и тем, и другим, он выбирает путь художника, он состоится, замечу я, как художник, а он относительно молодой, тогда, в 1889 году, он приезжает к Гогену-Леопольду и живёт там же у Марии Анри, повторюсь, доброй своей подруге, портрет, который мы сейчас с вами видим, вообще-то называется «Нирвана в скобках», портрет Якоба Майера де Хана, будет писан в 1890 году, год спустя, но тем не менее. Некая неоформленность, такая и текучесть, если не сказать, утекаемость мазка, это следствие того, что писано на шёлке, писано на шёлке маслом, и, в общем-то, худоба и телесные несовершенства, якобы де Хана здесь вполне себе наглядны, а наглядна шапка Зуа, вот такого французского бойца, который ещё любил носить, не явно длинные кисти, которыми он был писать, свои работы «Бледные болезненные руки», хотя цвет лица достаточно живенький, вы знаете, здесь несколько подписей, одна из них объясняет нам, кто написан, а другая, так сказать, говорит об авторе, как раз на руке. И несмотря на свою бледность и какие-то физические немощи, тем не менее, так бывает, Якоб Майер де Хан пользовался успехом среди женщин разнообразных, вот среди хозяйка пансиона, Мария Анри его любила, здесь три женщины на берегу моря, ко всем трём он сидит спиной, две из трёх также к нему спиной, вот здесь левее, с волосами убранными, возможно, в косу, она не прописана, как положено при надвигающемся синтетизме, сидит вполне достаточно далеко и смотрит на надвигающие волны Атлантического побережья Британии, одна, обхватив голову руками, облокотившись на руке, смотрит мимо Де Хан, но, видимо, думая о нём, и вот третий рыжий, со странными телесными формами, а касательно рук особенно, вот куда-то смотрит вдаль небеса на рыжие, а на рыжие, возможно, это и есть Мария Анри, а мы ещё увидим рыжеволосую женщину на работах Ван Гога вот именно этого периода «Ля Пульдю», и, возможно, там тоже будет Мария Анри. Вообще девушка весёлая, жизнелюбивая, жизнерадостная, склонная ко всякого рода танцам, песням и всему хорошему, весьма трудолюбивая, ей приходится вести, собственно говоря. Пансион плюс заниматься сельским хозяйством, а по осени она ещё и водоросли, между прочим, собирает. Так вот, именно она после того, как Де Хан появится в «Ля Пульдю», у Гогена и предложит двум замечательным художникам расписать что-нибудь такое выразительное, замечательное, уж не шкаф ли на кухне или комод, глядишь. Удивительным образом, то ли под настроение было сказано, но, тем не менее, тому и другому идея понравится. И мы с вами видим не первый автопортрет Поля Гогена, но здесь, вот написанный на дверце шкафа, так называемый автопортрет с нимбом. Это дерево масла. Гоген иронизирует. Гоген иронизирует, у него лукавый взгляд, у него полую улыбка. Гоген вообще иронизирует, тем паче над собой, очевидно, редко. Но вот именно здесь, в «Ля Пульдю», как-то все так хорошо складывается, и пока еще нет вести с выставки Брюссельской, она будет неудачной, кстати, испортит Гогену настроение. Но вот пока мы веселимся. Шкаф, стоящий на кухне, у нас ветвь с яблоками, у нас странная подпись, у нас датировка, у нас цветы небывалой странной красоты, и у нас нимб. У нас нимб, это так и называется, автопортрет с нимбом, как и все. На этом дереве нимб вполне шутлив и ироничен, такая форма гал, он еле-еле виден. Но мы не сталкивались еще с религиозными символами и с религиозными сюжетами в творчестве Поля Ван Гогена. Он достаточно далек, скажем так, от каких бы то ни было представлений о религиозной страстности, но именно здесь, но именно в «Ля Пульдю», в его творчестве начинают появляться мотивы и сюжеты религиозные, пока христианские. Позже на Таите, оставаясь религиозными, они будут иметь в виду другие божества. Но тем не менее, начинается это именно здесь. И, в общем-то, такая внятная первая религиозная работа, сакральная работа, изображение сакральное, Поля Гогена, это, без сомнения, Бретонская Голгофа. Вот итоги прогулок с тем же Деханом по Атлантическим пляжам. Там, в Южной Британии, Бретонская Голгофа, иногда именуемая Зеленым Христом, имея в виду, что еще будет Желтый Христос моего. Вот-вот увидим. Она вполне страстна, она вполне в такой христианской, сакральной парадигме, хотя, в принципе, вторые планы, так сказать, дальние планы, здесь их четыре, можно считать при желании, в общем-то, вполне характерны, тяжелое, тяжелое, сырое, готовое пролиться дождями, низкое облачное небо, а, возможно, страстный мазок, который здесь активный, страстный частный мазок, который здесь употребляет Гоген, это и есть дождь, или ожидание дождя, а линия горизонта между серо-лиловым небом и темно-черно-зеленым морем прерывается, с тофажем, таким корабельным, возможно, это что-то рыбацкое, здесь же прописанный вполне ярко остров скала, совсем небольшой, скалистые берега красного ракушечника, покрытые, видимо, какой-то хилой приморской травой, и только Польгоген может объяснить, почему скотина, которую он ставит на вершину вот этого крутого обрывистого берега, а вот посредине буквально, просто не скатывается вот так вот вниз, хотя, по идее, должна бы, а по тропинке, ведущей между скалами от берега моря в глубину, так сказать, от пляжа, у нас с вами, видимо, рыбак, вот такой черный стафаж, а здесь его ожидает очень четко на желто-розовом фоне, ракушечника песчаниковой скалы, некая женская полуфигура, и первый план, у меня всякого сомнения, изображение очень традиционное, скажем так, для Средней Европы, это где-то на юге, это часовинки с изображением, особенно в католическом юге, это часовинки с изображением пресвятой Девы Марии, где-то это часовинки с изображением святых, отдельно популярных, а в той или иной местности, в Британии, резанные вот жителями соседней деревни, это то, что мы называем народным творчеством, оно условно, весьма примитивно, а в Британии очень часто на северо-западе Франции встречаются, вот идешь, идешь и встречаются на развилке дорог, или близ места, где произошло какое-то, как правило, печальное, упаси Господь, что случилось, событие, изображение Богородицы, держащее на руках, вот только-только, понятно по сюжету, только-только, снятого с креста Иисуса Христа. Это классическое, совершенно католическое изображение, которое именуется пьетой, причем пьеты мы знаем в состоянии примитивном, народном, как правило, деревянном, а мы пьеты знаем в состоянии, в исполнении мастеров Высокого Возрождения, вот это очень популярный сюжет, причем вот сквозь всю христианскую историю искусства он проходит, а здесь резаная дерево фигура, фигуры достаточно условные, потому что мы, в общем, не очень представляем, обычно Христос очень внятно лежит, понятно совершенно, что на руках своей матери, на коленях своей матери, она сидит, она плачет, а вот здесь три женские фигуры, можно лишь предположить, что он находится на коленях, вот у крайней, с правой стороны, она чуть в сторону отвела взгляд, если две женские фигуры, смотрящие на нас, ну, скажем, Анна, Мария, Магдалина, смотрят на нас, они достаточно условные, то, несмотря на изображение лица с чьи-то намеками, вот на правой, смотрящей в сторону, оно может считаться вполне портретным, она может считаться вполне портретным, сложно представить, как тело Христа расположено на коленях, ну, вот его, его матери, но мы видим внизу бретонскую христианку, которая, возможно, села отдохнуть, которая, возможно, она отклонена ровно в противоположную сторону, нежели крайне правая фигура Пьете, она создает некий вот такой вот противовес, если хотите, в изображении, формируя композицию, не всякого сомнения, она устала, но вид у нее хитрый, главное, бодрый, вот я совершенно не исключаю, что она может подсматривать за тем, выглядывая за Пьете, что же там происходит на берегу, а там мужчина и женщина, вы знаете, мало ли что может произойти на берегу, и в правом нижнем, углу у нас изображение черной овцы, вот дальше все начинают фантазировать, причем самые приличные искусствоведы, на тему противоставления овцы черного цвета, агнцу Божьему, и так далее, и так далее, и так далее, я не исключаю, что, собственно говоря, сам Гоген что-то подразумевал под этим, однако это совершенно неявно, и вполне может быть, что ничего может и не быть, просто черная овца, а вот во всем остальном, коль скоро мы уберем с вами христианскую мифологию, по технике все так же, то есть пространство, залитое определенным цветом, с минимальными тонами, но религиозность, вернее, сюжетность религиозная, сакральная уходит, и остается чистая, арафинированная, любимая Гогеном, с очевидностью, очень не солнечная, достаточно ветреная и сырая Британь, бретонская девочка, условное лицо, условная поза, лицо схема, просто-напросто, головной убор, непрописанные руки совсем, штрихами закрытое полотно одеяния, платья, и вполне реалистичный крупный рогатый скот от разных пород, вот черно-белая, красно-белая, красно-пестрая, вот черных, господи, черно-пестрая, красно-пестрая, извините, море, вполне себе, как положено, так сказать, писать японцам, на японских пейзажах, о влиянии японизма, четкие линии, отделенные цветовые пространства, контурами, отдельно, наглядно, наглядно изображено, и видно, очень четко, вот изображение дома, который стоит, торцевая стена, стоит на берегу, куда более, скажем так, яркое цветовое решение пейзажа с двумя бретонками, причем касательно цветового решения, коль скоро можно вспомнить, скажем, работы мартинигские, того же Гогена, а вот здесь какие-то мартинигские тона и мартинигские краски, и такое некое, даже, так сказать, какое-то немножко экваториальное, отнюдь не бретонское солнце, а возможно, некий яркий солнечный день, все остальное, как положено, четкие контуры, четкие цвета, залитые одним тем же цветом, обильная тень, которая буквально занимает одну четверть художественного пространства, как такового, и именно в этой тени, и приглушенной этой тенью, отнюдь не в там, ярком солнечном цвете, сидят две бретонские девушки в обожаемых Гогеном Куафах головных уборах, мы говорили и упоминали, а у них более 70 форм, здесь вот такие упрощенные, здесь даже его любимый белый, очень яркий цвет, вполне приглушен тенями, пейзаж в Ля-Куль-Дю, берег Атлантического океана, пляж с красным песком, нет-нет, он в реальности отнюдь не красный, он может быть чуть розоватым, с каким-то таким рыжим оттенком, а если хотите, в местном ракушнике, в местном песчанике, достаточно много окислов меди, а в силуэт его приобретает, вот такую вот цветность, здесь у Гогена она утрирована, равно как и утрирована, причем в сторону меньшей интенсивности, а зеленый цвет, растительность и некая, которая покрывает, в общем-то, скалы, нависающие над берегом, все как положено, волны разбиваются о лежащую берегу скалы, формирующие небольшие островки, абсолютно в манере японского пейзажа, в общем-то, и глядя на исключительно пейзажные изображения, то есть здесь никакого жанра нет, здесь никакого действия нет, а нужно иметь в виду, что в общем-то здесь в сравнении с предыдущими работами наиболее ярко оформлены и явлены те художественные принципы, которые вот-вот увидят, сформулируют и опишут замечательный критикорье по итогам февральской выставки 1891 года, ей еще быть, мы сейчас с вами говорим о 1889 годе, а эти принципы и манифестируют начало того явления, стилистического явления в художественной жизни Франции и Европы, как таковой конца 19-го, начала 20-го столетия, которое будет названо синтетизм. Гоген, если был не единственным создателем, одним из, ну, наверное, с тем же Бернаром, предположим, да, или Анкетеном, или Селезье какой-то степени, а оно без сомнения самым ярким, самым мощным представителем этого формирующегося направления. Тот же 1889 год, тот же 1889 год, моление о чаше. Ну, вот пришло известие о том, что выставка там, в Брюсселе совсем неудачна, ну, как неудачно, отзывы замечательные, просто никто ничего, в общем-то, и не покупает. Письма от Ван Гога, он приглашает, в Сен-Реми. Письма от Мэтэ, от супруги, о которой мы с вами практически забыли, уже там в Копенгагене с детьми. Между прочим, ничто особенно не улучшает настроение поля Гогена, может быть, природа, может быть, Харан, может быть, веселая Мария Анна-Рина, здесь он грустен. Моление о чаше это традиционный, очень распространенный, весьма очень известный библейский сюжет, мы все его знаем, и сколь нужно быть уверенным в себе, чтобы изобразить абсолютно традиционную каноническую сцену, в общем-то, изобразив Иисуса, себя, Иисусом Христом, без Нимба, с рыжими, с красными волосами, печального, унылого, оставшегося одного, от Него, мы предполагаем, что это моление о чаше, мы предполагаем, что это Иисус, от Него уходят люди, посмотрите, вон они там, среди холмов, или растительность, она не явна, скажем так, они уходят от Гогена Христа, среди этой крайне мрачной, скажем так, колористики, и вот, коль скоро о мрачности краски, для Гогена подобного рода комбинации очень редки, но единственным светлым, если не светлым, то очень ярким, и абсолютно выступающим пятном, без сомнения, является лицо, вот и думайте, кого, моление о чаше, кто, собственно говоря. Я уже упоминал, я уже упоминал, что жители Ля-Пуль-Дю сезонно собирают, занимаются сбором водорослей, и коль скоро, мы с вами только что видели «Море в Ля-Пуль-Дю», абсолютную пейзажную работу, то вот здесь у нас жанр, исполненный в классическом, в классической манере, той, которая позже будет названа синтетизмом. А собиратели водорослей, собиратели водорослей у Гогена несколько, вот по итогам посещения Ля-Пуль-Дю, он вернется сюда в 1890-1991 году, здесь обретаться, собиратели водорослей очень выразительные, четкие, однотонные каждое черченное поле, и если собиратели водорослей это, скажем так, прокламация технологическая, это настойчивая, настырная демонстрация новой техники, которая соотносится с новыми, в общем, вполне революционными эстетическими признаками, то «Желтый Христос», пожалуй, вот самая яркая работа первого периода в Ля-Пуль-Дю, поле Гогена, это прокламация как таковая, это прокламация как таковая, залитая, ярким, солнечным, желтым, цветом, сюжетностью, необычайно печальный, желтый Христос или Голгоф, мы с вами знаем, мы сами можем это название додумать, в общем-то, Гоген делит художественное поле, ладно художественное поле, художественное, идеологическое поле на две части, посредине буквально полотна проходит некая, видимо, каменная стена, таковых много в Британии, через которую перелезает некий наглядно обозначенный, отдельно контрастный, на невероятном желтом хроме, молодой человек, молодой потому, что он лезет к девушкам, вот они, две красавицы, предполагаем, красавицы в узнаваемых издалека куафах, головных уборах национальных, бретонских, и за этой стеной, через которую он перелезает, там мир, там наш мир, он залит солнцем, там поля, там дома, абсолютно непропорционально написано, там стога, там совершенно невыносимо рыжекрасные деревья, там от жары побледневшие небеса, мы там живем, а вот здесь только три очень контрастных своих синих одеждах, очень контрастных своих белых куафов, бретонки, которые сидят у креста, на котором распят, вот опять-таки в стилистике вот такой резаный народный готик, если хотите, изображенный, деревянный, а изображенный Иисус, хотя мы можем сомневаться, лицо-то у него, нет ни портрета, но абсолютно спокойно, а это лицо, это спокойствие человека умершего, мы с вами знаем продолжение, мы надеемся на это продолжение, и в общем-то, несмотря на общую трагичность, навсегда трагичность этого сюжета, тем не менее цветность и световое решение здесь уступит от радости, мы не понимаем, что происходит, радость там, в том мире, в том мире за стеной, а здесь тихая, ровная, светлая, потому что я думаю, что эти женщины, сидящие у Христа, знают, что ждет Иисуса, и они надеются на это, потому они печальны и достаточно спокойны, страдания мы можем искать на этом лице, при желании мы, может быть, найдем его, но оно с очевидностью не бросается в глаза, здесь, оттуда, из мира за стеной только одно дерево, оно самое яркое и самое рыжее, на нем очень много солнца, равно как и на залитый солнцем фигуре Иисуса Христа, желтый Христос. Вот это, наверное, последняя работа тогда в Ляпульду 1889 года, зиму он проведет, приезжая в Порт-Авен, в гости к молодежи, будет всячески давать советы, получать, его будут слушать, кто-то будет доволен, кто-то будет нет, все будут удивляться, как долго Гоген, вот касательно, кстати, желтого Христоса, а как долго Гоген работает, как он наносит в блокноте, несколько линий делает, затем эти линии убирает, меняет, записывает за ним его выражения, тот же Хан будет потом их издавать, писать надо, за один сеанс, утверждает Гоген, иначе ничего не выйдет, лучше писать картину заново, чем исправлять, тот же Хан будет описывать манеру Гогена, он писал, медленно, без поправок, накладывая мазки мягкими, гибкими, вкрадчивыми движениями, так как сам цвет загадочным образом воздействует на наши чувства, то по логике вещей мы и используемся им загадочно. Без сомнения кисть Гогена становится тогда, вот в 89-м году куда более мощный мазок, ну как-то он, так сказать, теряется на фоне звучности краски, скажем так, вот начиная с Леопольдюна, верно, мы можем говорить о Гогене как революционере, о Гогене как революционере, ну а пока безденежно, кстати, повторюсь, продажи идут из рук, он плохо, Тео продает Гогена, продает не так, как хотел бы Гоген, он возвращается в Париж, в Париже в феврале 1890-го года, он весну и зиму проводит в Париже у того же Шуффенекера, а летом так и не встречается с Ван Гогом, который проездом в Аверсюруаз был в Париже и звал, Гогена нет, лето 1890-го года вновь в Леопольдю, а вновь в Леопольдю, вот именно там, в Леопольдю, Гогена получает жуткую весть о смерти Ван Гога. 7 июля 1890-го года Винсент Ван Гог смертельно ранит сам себя, по крайней мере это самое распространенное предположение, будет умирать больше суток в присутствии Тео умрет видимо настолько неожиданно для себя, для брата и для окружающих, но это будет следствие его достаточной степени измученного разума, измученного, уставшего, отчаявшегося, быть может быть, а разума Винсента Ван Гога это будет великое горе дорогого покойника без сомнения для окружающих и для нас всех, тех, кто знает и любит творчество Винсента Ван Гога в общем-то по сей день. А в общем-то по сей день Поль Гоген, узнав о смерти Ван Гога Ля-Поль-Дю отнесется в общем вполне сдержанно. Как ни печально эта кончина будет писать он Бернару, который вот уже едет к нему туда, в Ля-Поль-Дю из Парижа. Я не очень горюю о ней, потому что предвидел ее и знал, какие муки терпел бедняга Ван Гог в борьбе со своим безумием. Умереть теперь для него большое счастье, потому что он избавился от страданий и если он восстанет другой жизни, он, по закону Будды, пожнет плоды своего добродетельного поведения в этом мире. Он унес с собой утешение, что брат не покинул его и некоторые художники поняли. Гоген был чудовищно, быть может не всегда, но часто толстокош. Он всегда соотносил мир и отношение к этому миру со своим комфортным, не обязательно телесным, но прежде всего душевным. Честно говоря, это удивительно неприятный и неправильный с моей точки зрения отзыв и реакция на смерть Винсента Ван Гога. Кстати, друга Ван Гог прекраснейшим образом понимая, что из себя представляет Гоген, всегда считал его великим мастером и своим добрым другом. Гоген, может быть, так, увы, не считал. В сентябре 1890 года там в Ля-Пуль-Дю Гоген получит телеграмму от Тео от младшего брата Винсента Ван Гога, который предлагает ему немедленно прислать все работы, которые описаны были в Ля-Пуль-Дю, потому что он нашел покупателей, он нашел деньги, мы будем организовывать южную колонию, южную мастерскую, то, что не получилось сделать у Винсента, вот если старший брат сходил с ума последовательно, системно, с госпитализациями, с врачами, с медикаментами, Тео ответственный, дельный, собранный, внятный, успешный, провалится в свое безумие сразу, сразу, и умрет в конечном итоге достаточно быстро, а Гоген ужасно расстроится, когда выяснится, что эта телеграмма следствия вот этого вот мгновенного и полного безумия Тео Ван Гога. Очень печальный, не ввиду, смерть Винсента Ван Гога и сумасшествие Тео Ван Гога, но Поль Гоген думает о себе и о своем творчестве, думает о себе, он думает о своем творчестве, успешно проходит аукцион начала 1891 года в Париже, и в общем этот аукцион успешный для Гогена, а в общем-то рассорит его с Эмилием Бернаром, ибо на Эмиля Бернара художника талантливого, художника интересного, но отнюдь не превосходящего Поля Гогена, ни представлениями о художественных революциях, ни в общем талантом как таковым, Эмиль Бернар, который поначалу был преданным слушателем и поклонником Поля Гогена, в общем создателем того направления, которое будет называться синтетизм, считал себя, а вот его современники, коллеги и критики, считали несколько по-иному. Успех Гогена вызовет ругань и скандалы прилюдные, причем с Эмилием Бернаром, и наверное Гоген позже вряд ли будет вспоминать, что о замечательном острове, далеком, фантастическом, небывалом, где всем необычайно хорошо, особенно художникам, об острове Таити, заморские владения Франции, ему расскажут летом 1890 года, вот именно Эмиль Бернар там в Ля-Пуль-Дю, там в Ля-Пуль-Дю, и видимо тогда, летом 1890 года, и появится это поначалу кажущаяся, но вот даже нам сегодня вполне сумасшедшая идея отправиться за тридевять земель на край света, неизвестно куда, на Таити, для того, чтобы там состояться, как великий, а другого Гоген не хотел, другим он быть не хотел, как великий художник, удивительным образом, удивительным образом, он едет в начале года, 1891 года, он едет в Копенгаген, наконец, к Метте, к детям, очень удивляется, потому что с детьми ему общаться необычайно сложно, дети говорят не по-французски, дети говорят по-датски, а Гоген датский язык знал так, настолько, поскольку он восхищается прежде всего дочерью Алины, которая постояла, после, пожалуй, этого визита туда, она уже взрослая, визит туда, в Копенгаген, может быть, выделять больше, больше, нежели своих прочих детей, но очень недолго, очень недолго они разбираются с МТ, он ее обнадеживает, он ей привозит небольшие деньги, она совершенно не собирается с ним делиться тем, что она выручила за продажу его работ на выставке, которую он организовывала в предыдущем году, недолго, три недели Гоген проведет в Копенгагене, чуть меньше, чем три недели, он возвращается во Францию, причем уже 27 марта 1891 года он в Париже, а 1 апреля того же 1891 года он на корабле Окситания, он выходит из Марселя, начинается его путешествие на Таите, перед самым отъездом он пишет МТ. Теперь будущее обеспечено, и я буду счастлив, очень счастлив, если ты разделишь его со мной, пусть нам недоступны больше сильные страсти, пусть мы посидели, мы еще сможем насладиться днями полными мира душевного счастья в окружении наших детей плоть от плоти нашей. Письмо заканчивается словами, до свидания, дорогая МТ, дорогие дети, крепко любите меня, когда я вернусь, наш брак начнется заново, так что сегодня я шлю тебе обручальный поцелуй, твой боль. как правило, мы все, а творческие люди как-то отдельно умудряются с превеликим удовольствием и абсолютно искренне обманывать друг друга. ЛИРИЧЕСКАЯ Субтитры создавал DimaTorzok